Все, запись поставлена. Всех приветствую еще раз, дорогие друзья, на связи Андрей Елисеев. Я рад всех приветствовать. В этот прекрасный субботний вечер мы сегодня с вами собрались для того, чтобы потрясающе провести эфир. У нас сегодня новый прекрасный спикер, прекрасная наша, как сказать, звезда, я бы сказал, наш лидер, одной из наших сильных веточек в моей команде, поэтому Ирина Семяхина. Ирочка, ты уже на связи сейчас? Слышно? Давай проверим связь. Включай видео, включай микрофончик, чтобы мы тебя слышали, если ты на связи. Давайте, друзья, вы пока добавляйте. Я на связи, но здесь без наушников, у меня не схватывает блютуз. Проводные не нашла? Проводные не нашла? Камера, вот. Камера, давай, включай камеру. Так, сейчас я восстановлю. Да, сейчас настроимся. Молодцы, молодцы, ребята, добавляем партнеров, добавляем партнеров. Сегодня мы поговорим о, конечно же, всех возможностях сообщества, всем том, что происходит у нас, и тех необычайных потоках, которые мы каждый день запускаем и наслаждаемся пассивным доходом, реальным пассивным доходом. Так, ну, видео. Ирина, пробуй включать видео, чтобы все пошло. Нажимай на камеру. Нажимай на камеру и включаем видео. Микрофончик есть. Пока не вижу. Подожди. Не очень хорошо стоит этот закрытый. Сейчас настроится, все нормально. Ну, пока Ирина настраивается, я немножко... О, отлично, все, всех все видно. Приветствуем, приветствуем, друзья. Ирина Семяхина, приветствуем нашу звездочку, нашего прекрасного лидера. Вот, это очень сильный лидер нашей команде. Город какой? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, отлично, шикарно, шикарно. Всем привет, Питер. Кто из Питера, да? Привет, привет из Питера. Да, скоро уже по Питеру можно будет хороводы водить возле этого Эрмитажа. Там площадь такая хорошая есть. Да, 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 да. Можно будет хороводы водить, столько уже питерских собирается наших участников. Отлично, Ирочка. Расскажи, пожалуйста, в трех словах, давай, свою историю. Скажи, как ты пришла в сообщество и что тебя здесь задерживает? Ну, почему вот тут осталось? У тебя же огромный опыт и в онлайне, огромный опыт в сетевом. Но, тем не менее, что тебя зацепило, что тебе приняло решение задержаться здесь подольше для того, чтобы начать именно улучшение получать в своей жизни именно из этого источника, из этого сообщества. Ведь много сейчас всяких проектиков, там, пошли туда, пошли сюда, тут бабло, тут еще там что-то, тут какие-то эти, тут токены, там, шмокины, тут майнеры, там, еще что-то, NFT, там, короче, такой просто шум просто идет сейчас с интернета, глобальный шум просто, да. Вот, и я вот слышу слезы ежедневно регистрирующих участников о том, вот, как они залетали во всех этих проектах, вот. А вот что тебя вот здесь вот, во-первых, зацепило, почему ты здесь осталась и решила развиваться? Вот скажи, пожалуйста, Леонидович. Андрей, я сейчас обязательно расскажу, конечно же, но я вот китай, у меня компьютер включен, говорят, меня плохо слышно. Нормально, нормально, говори погромче, все хорошо. Хорошо, буду громко говорить. Отлично, отлично. Пусть слышат все соседи. Хорошо. Ну, конечно же, история, хотелось бы немножко рассказать твою историю, но раз Андрей мне уделяет очень мало времени, то буквально просто вот такими главными фишками пройдусь во всей своей жизни, быстренько, прям быстренько за пять минут, что меня привело, потому что я сегодня анализировала свою жизнь, свою историю, и сама с удивлением обнаружила, оказывается, меня прям вот за шкирку, всю мою жизнь ввело сюда, правда, долго, но все-таки привело, за что и вышли ему благодарность, конечно. Началось все с того, что я родилась в Волгограде, и в бессознательном возрасте папа привез всю семью сюда, меня, вернее, в бессознательном, и всю семью сюда, в Петербург, для того, чтобы нас поближе подвести, так сказать, к культуре, к культурной столице, развитие совершенно другое, в чем он оказался совершенно прав. Дальше по образованию я технолог швейного производства, вот, окончила с отличием, получила профессию, шикарно совершенно работала, знаете, я вспоминаю те годы, экспериментальный цех детской одежды, где мы молодые девочки, мамочки, да, наши дети были моделями, а мы развивали вот это новое такое направление, и почему я об этом вспоминаю, хотелось бы, да, с этого начать, потому что я тогда впервые столкнулась в кассе взаимопомощи, я попозже об этом расскажу, это важно, да, то есть мы впервые начали играть в кассу взаимопомощи, вот, потому что я, в общем-то, живу уже давно, застала и советские времена, и постсоветские, перестройку, и вот сегодняшний век интернета, вот, дальше я, опять же, меня подвело к деньгам, и я попала в чудеснейшее место, я работала в коммерческом банке, и получила профессию кассир валютного отдела, я изучала деньги, я знаю, я держала в руках, какие только валюты я не держала, какие только банкноты, каких только государств я не держала, это очень интересно, на них, оказывается, столько всего нарисовано, столько всяких знаков и защиты и прочее, и тогда я впервые столкнулась с таким понятием, как сейчас говорят, вернее, всегда говорили, деньги грязные, да, в буквальном физическом смысле я поняла, что деньги грязные, потому что поначалу, они ведь несут в себе энергетику, понимаете, людей, которые держат эти банкноты в руках, поэтому поначалу мне иногда даже хотелось помыться под душем и смыть вот с себя вот эту вот, не физическую грязь, да, руки, конечно, были грязноваты, но энергетика абсолютно точно чувствовалась такая, знаете, ну, наверное, вот эта вот жажда этих денег, жадность где-то, да, где-то вот так, вот, и в банке мы тоже играли в белую кассу, мы её так называли, белая касса, собиралось 12 человек, и мы вот перераспределяли деньги, и тогда я прикоснулась ещё с одним моментом, тоже сегодня вспомнила с удивлением, вот, Андрей, ты всегда вот упоминаешь у нас, в наше сообщество справедливое перераспределение денег, и когда это исходит от одного грамотного, гениального человека, который, ну, если можно сказать, обеспокоен судьбами людей по-настоящему, да, чтобы всем вокруг было хорошо, вот в тот момент я тоже оказалась в коллективе, которым управлял, хоть это и был коммерческий банк, управлял человек, который был обеспокоен нашим существованием, поэтому мы получали высокие зарплаты в валюте и в рублях, и при этом в один прекрасный день нас попросили принести документы наших родителей, и довольно долгое время наши родители получали пенсию от нашего банка, вы представляете, какие были чудеса, вот, нам был оплачен проезд, у нас была оплачена еда, то есть обеды наши и так далее, то есть мы жили вот просто как сыр в масле катались, я вспоминаю эти годы, просто как самые лучшие, но потом руководство сменилось, коммерческие банки стали приходить в другие руки, и в этот же самый момент у меня случилась печальная, так сказать, история, беда, умер папа, и это событие само по себе печальное для всех, да, подтолкнуло меня к решению, как это получилось, ну, понятно, что я на следующий день попросила отпуска за свой счет, чтобы помочь маме в совершении этих всяких печальных дел, да, и мне в этом было отказано, вы представляете, и мотивация была, ну, просто странная, циничная, я бы даже сказала, что об этом я должна была предупредить заранее, глупость какая-то, да, я, естественно, развернулась, ушла, вот, и после этого меня достаточно быстро уволили, видимо, как бунтарку, вот, и я поклялась, что я больше никогда, никогда не буду работать на дядю, и вот это решение привело меня в сетевой мир, я нашла объявление, да, я нашла первые компании, они тогда были чудесные, ну, мне везло, знаете, в чем в кавычках везло, у меня никогда не было спонсора хорошего наставника, может быть, поэтому я сама так и выросла, потому что мне приходилось все делать самой, и знаете, какая первая была компания? Страховая, я в ней впервые столкнулась с такой информацией, как накопительная часть пенсии, вы представляете, вот, все вот это вот вело сюда, в наше сообщество, где все это, финансовая грамотность есть, вот, ну, было много, конечно, всего, благодаря сетевому я очень быстро поняла, что такое пассивный доход, меня никогда не интересовали продажи, и эти большие, якобы, проценты от того, что ты перевозишь товар из пункта А в пункт Б, то есть клиенту, меня всегда интересовала сеть, построение сети, и хотя процент казался маленьким, но когда 100 человек один раз копнут лопатой, да, то получается, как будто ты один сам 100 раз лопатой покопал, то есть быстренько получается хорошая яма, то есть посредством того, что каждый сделал один раз какую-то работу и нисколько не устал, вот, то есть в сетевом маркетинге я очень быстро приобрела всевозможные навыки и коммуникации, и умение считать, да, и, господи, кем я только уже не была, начиная от косметолога, нутрициолога и заканчивая инвестициями и всем остальным, то есть прошла огромную школу, Андрей абсолютно прав, и училась и на фрилансера, вот уже когда пришла в интернет много лет назад, были и крипта, и трейдинг, и криптобиржи, и криптокошельки, и NFT, все это знаю, но и сетевой при этом дал мне очень хорошую, устойчивую доход, доход, пассивный доход, который кормил меня очень многие годы, но вот время такое, что я еще интересующий человек, очень сильно, и я, ну, стала интересоваться очень многими вещами, и, конечно же, попала во всякие хайпы и пирамиды, конечно же, да, и вот я, если сравнивать с каким-то вот полетом красивым, да, то есть я летела, летела, а потом начала вот это вот, взлетела, упала, взлетела, упала, и это стало уже не плавным, а прямо вот, бесконечные какие-то падения, 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 и как раз в очередной момент, вот падение в такое, разочарование, потери, в этот момент Верочка, мой любимый наставник, моя замечательная Верочка, которая будет благодарна всю жизнь, позвонила мне и сказала, Ира, есть вот такое интересное направление, такое сообщество, где люди помогают друг другу финансово, своего рода такая современная касса взаимопомощи, но поскольку я человек опытный, да, умный, конечно же, какое было возражение, ой, нет, ой, нет, я это очень хорошо понимаю, либо это, так сказать, надо звать, вернее, нужно вкладываться, а у меня сегодня швах, да, после очередного падения, либо это нужно приглашать, а я на тот момент была больна, так сказать, да, своеобразной такой очень интересной профессией, которая называется уставший сетевик, то есть я просто до такой степени устала приглашать людей, что ну вот нет, ну, короче, Вера прислала мне видео, и как сейчас я смотрю по нашей переписке, она мне сказала, Ирочка, посмотри это видео, у нас такие ребята интересные, она имела в виду Андрея и Сергея, наших наставников, топ-лидеров, посмотри, это очень интересно, это, ну, просто очень грамотно, философски выстроено, это целая жизнь, посмотри, конечно же нет, нет, ну, Верочка была большой умницей, мудрый человек, и через две недели она мне позвонила и сказала, Ира, буквально два слова, Ира, ты посмотрела видео, я говорю, нет, конечно, она говорит, я тебе рекомендую, и повесила трубку, опять же, Верочка, тебе благодарна за то, что ты не давила, не пинала, не мотивировала, вот на тот момент мне это было не нужно совсем, дело было к вечеру, вот прям где-то, не знаю, наверное, в 10-й час вечера уже, и, ну, делать было нечего, как говорят, да, и я решила посмотреть это видео, и, вот, как говорят, залипла, залипла, ребята, меня было не оторвать, если посмотреть нашу с Верой переписку, буквально через полтора часа я ей написала, Вера, у меня есть всего тысячи рублей, я хочу стартовать в этом сообществе, вот так, ну, поскольку денег не было, я, конечно, открыла поток прямо с минимальной суммы, а дальше у меня выбора не было, я стала использовать один из видов потоков, который называется вознаграждение за то, что рассказываешь, информацию даёшь о нашем клубе, ну, вот такая у меня история, это случилось 16 октября, поэтому через три дня у меня будет полгода, как я нахожусь в потоках, у меня открыты все потоки, я сегодня довольна своей финансовой картиной, я сегодня планы планирую такие шикарные, ну, в общем, настроение, как вы видите, тоже прекрасное, что всё хорошо. Отлично, это только начинается, это только самое начало, потому что им надо определённое время для того, чтобы войти, во-первых, в форму, а во-вторых, чтобы вот это негативное влияние прошлого, да, она потихонечку отпускала, отпускала и отпускала, да, и приходит такой момент, когда она полностью отпускается, все узелочки развязаны и уже, кажется, взлёт, полный идёт взлёт. Отлично, хорошо, а что тебя вот зацепило вот в этом видео? Это, кстати, кто бы в эфире был, Сергей, либо я, или совместная какой-то? Мы были вдвоём, это даже было, по-моему, не видео, а это была аудиозапись, довольно давнишняя, это у вас называлось кофе, утренний кофе или что-то такое. Ага, понятно, я понял, это, наверное, командное общение просто было, да. Да, беседа какая-то была, меня зацепили люди, меня зацепили вы, Сергей и Андрей, ваша философия, ваше отношение к жизни, к людям, ну и, собственно говоря, и потоки, и вот эта справедливость, которая вот я по своей истории, да, уже сталкивалась в своей жизни, я вообще сама по себе человек такой, такой, рад той за справедливость, да, поэтому вот это всё и зацепило, в общем, в целом, что мы здесь помогаем друг другу, и действительно здесь можно, не стыдясь больше, не теряя, так сказать, людей в пути, не обижая их, то, что они вслед за тобой теряют деньги по твоей рекомендации. Вроде ты не виноват, но ты же порекомендовал, да, вот, поэтому... Один раз сделал, один раз и уже в долгую, как говорится, да, вот это очень важный момент. Да, спокойствие пришло, очень приятно, это очень приятно. Приходит оно у всех по-разному, у меня где-то, наверное, через недельку, через две, я перестала утром просыпаться с этими шальными мыслями, где взять деньги. Где взять деньги, то есть сумасшествие вот это вот, ага, ага, куда? Ну, я чётко знала, что я нажимаю кнопочку, и у меня есть деньги. У меня, конечно, есть деньги. Мозг уже знает, где взять деньги, да, мозг уже знает, он же не требушит душу за грудки, и где взять деньги, да, он же спокойно идёт в кабинет, нажимает кнопочку заветную. А у кого-то уже много кнопочек в разных кабинетах, на разных платформах. Ведь у нас сейчас веер из десяти сайтов, представляете, веер из десяти сайтов. Только успеваешь эти кнопочки нажимать, только успеваешь где-то всё это, все эти ведёрочки менять, подставлять, чтобы новые дождички всё заполняли их. Поэтому, друзья, на что? Что я и вам рекомендую? Шикарная, шикарная Ирина история, да, действительно, весь твой жизненный опыт, он по крупицам вот так вот складывал, 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 очень похоже. И у меня также по крупицам, по крупицам. И когда я встретил сообщество, я сказал, вау, я встретил человека, который уже это делает. Я Дмитрий Васадин, да, я как только вот увидел его видео Монако, вот это всё, я врубился, да, я врубил, я понял, кто это, что это, для чего, почему. Поэтому шикарно, шикарно. Я думаю, что когда особенно ещё съездите на очередную какую-нибудь встречу за границей, познакомитесь со всеми, думаю, ещё будет ещё круче. Поэтому сейчас мы, дорогие друзья, вам немножко рассказываем про эти чудесные кнопочки, потоки, как они работают, да. Какой твой любимый поток, давай с него начнём. Ну, поскольку я начала с растущего и сразу же в нём разобралась, вот правда, прям моментом сосчитала все эти процентики, всё поняла, да, то давай с него. Хорошо, шикарно. Друзья, первый поток Ирины, растущий поток, зелёненькая вкладочка в вашем кабинете. Поэтому если же у вас ещё нет кабинета, то обязательно обратитесь к вашему пригласителю, того человеку, который дал вам эту информацию, и зарегистрируйтесь. Это вас ни к чему не обязывает, зато будет у вас, конечно же, возможность почитать и разобраться. У вас будет информация. Это самое важное, да. Если же, конечно же, у вас нет пригласителя, можете писать спокойно. Вот Ирине, это прекрасный лидер, который возьмёт вас себе в команду. Вот, и либо список лидеров раскидывает у нас, кажется, бот. В этом списке скоро появится уже Ирина. Вот, можете к ней обращаться и заходить к ней в команду. Это прекрасный, грамотный лидер, который поможет вам разобраться со всеми нюансами работы системы и, конечно же, запустить потоки вашего пассивного дохода, который каждый день даёт деньги. Представляете, каждый день даёт деньги, ни в одном коммерческом проекте, нигде вам каждый день деньги давать не будут. Это невыгодно экономически, потому что надо кормить кого? Хозяина проекта. Здесь нет хозяина, здесь народная касса взаимопомощи нового поколения. Ну что, растущий поток. Начинаем. Расскажи в трёх словах, как ты его понимаешь, что такое для тебя растущий поток, как он работает? Растущий поток действительно любимец многих в нашем сообществе. И этот поток, обычно говорят о нём так, что он помогает. Во-первых, это живой организм, он не зря назван растущим. Действительно в этом слове скрыта вот его функция. Он живой, и как с ним взаимодействуешь, так он и будет тебя показывать, и так он будет тебя кормить. Но он рассчитан на то, он любит большие суммы, на самом деле. Вот то, что я начала с 1000 рублей, это неправильно совсем. Но уж если вам попадётся лидер вот с таким потенциалом, как я, но мало ли вот у него будет такая ситуация, что он где-то вот только что прогорит в каком-то хайпе, разрешите ему зайти на 1000, потому что после этого я стала очень сильно, очень много, активно вливать в этот поток свои средства. Почему? Потому что я разобралась. Значит, поток помогает нам накопить на крупные покупки, да, он помогает нам закрыть кредиты, он помогает нам быстрее выплатить ипотеку, он помогает нам поехать в отпуск с семьёй и не бояться каких-то серьёзных растрат, да, оплаты какой-то серьёзной. Вот, этот поток учит нас рачительному отношению считать, и вот он настолько гибкий, я его всегда сравниваю с рекой, большой, могучей рекой. Но как любая река, она начинается с маленького-маленького ручейка. И вот этот первый ручеёк, поток у нас работает полгода, вот, правда, он ещё потом дорабатывает немножечко, но основную сумму сразу, то, что она получается в потоке, вы забираете где-то примерно через 5-6 месяцев. И в зависимости от того, как вы этот поток подкармливаете, то есть вливаете в него ещё новые ручейки, ещё-ещё, то есть за счёт этого ваша река становится всё шире, всё мощнее, и, ну, и превращается в шикарную реку, возле которой вы можете совершенно спокойно жить, и зная всегда, что у вас всегда есть деньги. Ну, люди, которые живут возле рек, наверное, меня поймут. То есть всегда есть вода, не нужно её запасать впрок, она у вас всегда есть, всегда в доступе. И этот поток отличается тем, что в него лучше вносить большие суммы. И самая такая рекомендуемая сумма, с которой необходимо начать, хотя, вот я знаю, придерживаюсь рекомендаций наших топ-лидеров, желательно начать во всех потоках хотя бы по минимуму, для того, чтобы понимать, как они работают. У каждого потока есть свои законы, своя, может быть, стратегия, свои проценты. Вот чтобы в этом разобраться, зайти желательно по минимуму. Но в растущий желательно войти с 10 тысяч. Почему? Потому что 10 тысяч рублей, когда вы кладёте в этот поток, открываете поток, вам необходимо ещё потянуть и каренсы. Это наша такая криптовалюта, которая помогает нам получать в потоке дополнительный доход. И вот когда мы подтягиваем и каренсы, 10 тысяч у нас превращаются в 20 тысяч рублей. И дальше начинается сразу же начисление премии. То есть вы сразу же нажимаете себе на кнопочку и получаете первый доход. Он исчисляется для всех сумм абсолютно начиная с 0,3%. На следующий день идёт увеличение 0,031%. 0,031, 0,32, 0,33 и так далее. Каждый день растущий поток начинает увеличение вознаграждения на 0,01%. Легко, наверное, сосчитать, что за 30 дней примерно поток будет уже показывать премию, исходя из 0,6% в день. Ну и так далее. 0,61, 0,62 и так далее. И примерно через 3 месяца, ну уж если использовать терминологию, которую часто люди говорят, кто инвестиции какие-то пробовал, мы примерно возвращаем своё тело. В данном случае тоже через 3 месяца мы можем забрать свои 10 тысяч, накопленные в копилочке ежедневным снятием средств. А оставшиеся 10 тысяч продолжат работать следующие 3 месяца. Ну, конечно же, никто так не делает. Поэтому я всегда говорю, когда меня спрашивают, а как, вот сколько процентов? Вы знаете, это невозможно сочетать. Растущий поток настолько живой, что через некоторое время, при том, что данность первоначальная, вот эти проценты, суммы, она у всех у нас одинаковая, но в зависимости от того, как мы взаимодействуем с этим потоком, как мы его пополняем, как часто мы из него получаем деньги, у нас через месяц у всех абсолютно разная картина в потоках. Вот. Так что этот поток, конечно же, помогает нам накопить. И вот 10 тысяч – это минимальная сумма, следующие – это 50 тысяч, от 10 до 50 – это вот как раз 100 процентов, а начиная с 50 тысяч – это уже 125 процентов, 100 тысяч – это уже 150 процентов и так далее. И когда вы уже, например, положите в этот поток миллион, вы получите сверху 300 процентов. Правильно я говорю, да? 200 процентов. Получается, миллион после подтяжки и каренси превращается в 3 миллиона. Вот. И таким образом, да, таким образом, несмотря на то, что Ирина правильно рекомендует зайти везде на все потоки на минималку, но в растущей желательно от 10 тысяч, разобраться после того, как вы разобрались, зайти на максималку, конечно же, для того, чтобы вы уже начали быстро менять свою жизнь. Ну, еще раз давайте пройдемся по этим цифрам, да? 10 тысяч после подтяжки и каренси превращается в 20 тысяч, да? 50 тысяч после подтяжки и каренси превращается во сколько? 112 тысяч. Дальше 100 тысяч превращается в 250 тысяч после подтяжки и каренси. Дальше у нас следующая градация идет от 500 тысяч единоразовых пополнений. После подтяжки и каренси 500 тысяч превращается в 1 миллион 375 тысяч. И, соответственно, все остальное, больше миллиона, превращается в плюс 200 процентов. То есть, можно сказать, в три раза превращается эта сумма. То есть, если 3 миллиона после подтяжки и каренси, это будет 9 миллионов. То есть, если 10 миллионов, будет 30 миллионов и так далее, да? То есть, в данный момент каждый сам решает, как этот поток дальше развивать и как его взращивать. Он же растущий, поэтому его надо поливать, удобрять. И таким образом можно зайти на определенный уровень жизни и на нем закрепиться. То есть, допустим, приведу вам пример. Допустим, вы дошли до уровня, допустим, миллиона. Ну, вот вы стали рублевым миллионером, дошли до уровня миллиона, да, в растущем потоке. Вот. Это первая маленькая цель каждого участника – это дойти до миллиона в растущем потоке. Что дает? Это где-то в среднем, получается, 3 тысячи в день. Потом она будет расти 4 тысячи в день. Ну, пускай, грубо говоря, за месяц будет 300 тысяч, да? За месяц будет 300 тысяч. Кого 300? За месяц будет 100 тысяч. И на данный момент 100 тысяч у вас имеется. У вас два варианта. Первый вариант – что вы делаете? Вы полностью выводите всю эту сумму и тратите на жизнь. Но у вас в копилочке осталось 900, потому что миллион у вас в потоке. Минус 100 тысяч вывели спокойно. Вот у вас осталось 900. И начисление у вас будет снижаться, потому что вы уменьшили сумму копилочки. И таким вот образом у вас уже будет меньше. То есть в следующем месяце у вас не 100 тысяч будет, а 80, допустим, или 70, да? То есть будет уже уменьшаться, да? Это первый вариант, да? Вы уменьшаете уже ваш ежемесячный доход. А можете на нем остановиться. А как это сделать? Да очень просто. Вам надо просто грамотно вот эту сумму распределить так, что часть можно взять на жизнь, а часть реинвестировать, чтобы она компенсировала ваше снятие. То есть что бы я сделал в данном моменте? Я бы взял где-то 25-30 из 100 на жизнь, а 50 реинвестировал и на остаток подтянул и currency, соответственно. Это, в принципе, должно хватить для того, чтобы полностью компенсировать это снятие. Возможно, даже поток чуть-чуть прирос. Вот, поэтому это я бы сделал так. И таким образом я бы задержался на пассивном доходе в месяц 25 тысяч, растущий поток, вот 25-30 тысяч чистыми. Вот просто вообще ничего не делая. Еще месяц пришел, вы опять сотку получили, опять такую же манипуляцию проделали и опять у вас миллион. Месяц прошел, вы такую же манипуляцию проделали и опять миллион. То есть вы постоянно на одном уровне дохода находитесь. Постоянно, да? Все, это только один растущий поток. Мы сейчас еще про другие расскажем. Понимаете, да? А когда вы вышли на 3 миллиона, то у вас уже начисление где-то 9-10 там будет. Это больше, да? Это старт причем, это только старт начисления, да? Итого у вас в месяц где-то будет 400 тысяч. Если у вас потоки, вы доросли до 3 миллионов. В месяц у вас будет где-то 400 тысяч. Как бы я бы этими деньгами распорядился? То есть тут очень просто все. Берете сотку на жизнь из этих 400 тысяч. У вас уже вы вышли на стабильный доход постоянный 100 тысяч вообще. То есть по чистыми, чистыми 100 тысяч. У вас остается в копилке 300 тысяч. Что надо сделать? Конечно же, надо 200, где-то 180, где-то так вот реинвестировать. На остаток хвостик и currency купить, подтянуть. И у вас полностью произошла бы компенсация вашего снятия 400 тысяч. И опять в следующий месяц вы опять ровно сотку выводите, берете себе на жизнь. Таким образом, растущий поток, если вы его грамотно подкармливаете, ухаживаете за ним, делаете правильные действия, то, конечно же, он вам постоянно дает плоды, плоды, плоды. Весна, лето, осень, плоды. Весна, лето, осень, плоды. То есть урожай, урожай. Постоянно вы снимаете урожай, только тут можно сказать ежемесячно. Вы можете эти периоды разбить как хотите. Ну, пока я разбил на месяцы, вот, можно разбить на 40 дней, на 50, можно на 20, там, вот это уже ваши дела. Хорошо, следующий, какой твой следующий поток, любимый, про который ты расскажешь народу? Давай, какой? Сейчас расскажу, это будет стартовый поток. Я просто хотела сказать еще по поводу растущего. Знаешь, у меня когда жетон упал, вот по поводу большого, ну, то есть все, теория, теория, да? Понятно, что большие суммы, где их взять и так далее. Но упало четко, когда я увидела в одном из чатов, что люди покупают автомобили с помощью растущего потока. У меня нету мечты об автомобиле, но у меня упал жетон, как работает растущий поток. Вот то, что ты сейчас рассказал. То есть перезакладываешь сумму, да, часть берешь на жизнь, ну, совсем чуть-чуть, или на погашение кредита, и все время докидываешь, то есть, ну, я так примерно прикинула 500 тысяч, вот с них. То есть примерно за год получается, даже меньше, получается больше трех миллионов, пожалуйста, покупай машину. Вообще шикардос, да. Все правильно. И причем уровень жизни, да, уровень жизни не опускается. Не сидишь, как говорят, на подсосе, да, там, о, все в машину вкладываем, типа, ИСА затянули, ребята, едим только доширак, да. Нет, все хорошо, все в порядке. И кредит даже платишь. Но при этом еще через год у тебя машина. Вообще великолепная. Растущая это, да, вообще. Моя любовь. Сливочек, да. О, есть еще потоки. Есть еще потоки, давай. Картовый поток, картовый поток, великолепный поток. Вообще все названия надо отдать должное нашему руководителю, основателю Дмитрию Васадину. Он совершенно четко подобрал название потока. Вот в самом слове, вот богатый русский язык, да, в самом слове скрыто, собственно, весь функционал этого потока, к чему он ведет и как он нас, так сказать, к чему он нас научит. Стартовый. Это сразу говорит о том, что с него надо стартовать. Но поскольку мы, к сожалению, своему не самые грамотные финансовые люди, поэтому стартовый поток мы обходим стороной. И я в том числе. Ну, потому что он так устроен, что в нем нужно. Он разделен на периоды. Период это две недели. И в течение десяти периодов, столько он длится, каждый период мы обязаны этот поток пополнять на тот номинал, который мы для себя выбрали. Он может быть любым, начиная с пяти тысяч, это минимальная сумма. А дальше, пожалуйста, хоть пять-триста, понимаете? И открывайте вы эти потоки каждый, хоть каждый день. Что, в принципе, и надо делать. Я знаю, что у наших лидеров, Андрей потом скажет, может быть, по секрету, но по десять, по несколько, больше десяти потоков стартовых. И они сами друг друга кормят. Сейчас объясню, как. Итак, значит, вот, допустим, мы взяли поток, как я. Свой первый поток я открыла в ноябре месяце стартовый. Да, и на пять тысяч минимальная сумма тряслась, прямо скажу. Да, думаю, господи, где я через две недели возьму эти пять тысяч? Я еще только-только-только начинаю зарабатывать. Вот где? Ну, вы знаете, оказывается, поток через каждые две недели нужно не только пополнять, но, оказывается, этот поток еще вас и кормит, обратно вам приносит прибыль каждые две недели. И чем дальше, тем эта прибыль больше. Смотрите вот конкретно на этих цифрах. Значит, этот поток нам дает 150% через 10 месяцев или через 20 периодов, да? Вот, правильно он сказал? Правда. В течение, в течение 20 периодов. В течение, да, в течение, суммарно он дает 150% вам прибыли на вложенные деньги. То есть за пять тысяч вы получаете семь пятьсот, ну, если так. Вот, значит, первый взнос пять тысяч плюс подтяжка и каренси. Не забываем, это наше любимое, так сказать, средство пополнения, которое именно эти проценты нам дают. То есть мы и каренси, нашу криптовалюту, меняем на доходность. Ну, так можно сказать, да? Да, и вот подтянули и каренси, и наш поток начал работать. И уже через две недели он нам делает первую выплату, 1250 рублей, по-моему. То есть уже из кармана нам нужно сколько добавить? Не пять тысяч, а три семьсот пятьдесят. Ну, плюс и каренси, конечно же, да? Так, всё, следующие две недели нам идёт снова вознаграждение. Мы получаем уже тысячу восемьсот с чем-то. Опять же, из кармана нам нужно уже сколько? Ну, что-то больше трёх тысяч, там, три двести. Дальше больше. И где-то через шесть месяцев, ой, через шесть периодов поток выходит на самоокупаемость. То есть идёт вознаграждение пять-триста с чем-то. Пять тысяч не из кармана, да? А уже деньги, которые нам пришли в прибыли, мы отправляем обратно в поток, а триста рублей забираем себе. Ну, вернее, ещё не совсем себе, потому что и каренси тоже стоят денег. Об и каренси мы попозже поговорим. Но уже сейчас можно сказать, что мы их покупаем у нас на специальном нашем... в нашей системе сберкасса, да? И там и каренси стоят на сегодня, курс у них 100 рублей. А обратно в поток мы их подтягиваем уже за 500, ну, 400-500 рублей. Представляете, какая выгода? И вот за счёт этого получается такая удивительная прибыль. А уже где-то на седьмой месяц, да, даже раньше, наверное, на шестой месяц, уже мы, ну, просто купаемся в деньгах, потому что каждые две недели у нас получается всё больше и больше выплата, премия, часть из которой 5 тысяч мы возвращаем обратно, а прибыль забираем себе. И это каждые две недели. И это великолепный поток, и у него есть брат, так называемый, ускоренный стартовый поток, который вообще просто, ну, шикарное предложение, и грехом не воспользоваться прямо на старте. Андрей, рассказывает про него? Конечно, конечно. Давай я уже сразу про ускоренный, а потом мы подытожим. Ускоренный поток, как я уже сказала, это усовершенствованный стартовый, и если мы поняли, как работает стартовый, то нужно моментально стараться открыть себе ускоренный стартовый, потому что он даёт массу привилегий, и тот же самый процент просто за короткий период. Как это происходит? Значит, опять же, берём минимальный платёж 5 тысяч, да, но здесь мы сразу несём, оплачиваем вперёд, 4 периода. То есть мы сразу оплачиваем 20 тысяч. Ну, про икарнс я не говорю, это обязательно идёт подтяжка, сейчас просто посчитаем по рублям, да. 20 тысяч идёт в поток. Поток начал работать, и система нам в подарок за то, что мы такие молодцы. Открыли поток сразу, оплатив вперёд 4 периода. Ещё 2 периода, ребята, 2 периода, 5 и 6, нам идут в подарок, и вместе с ними идут в подарок икарнсы. Это вообще, ну, шикарно. И уже сразу в следующие 2 недели поток выходит на самоокупаемость. Представляете, вы нажимаете на кнопочку, а вас спрашивают, вернее, вас поздравляют с тем, что поток вышел на самоокупаемость, и вас спрашивают, вы хотите вывести деньги все в копилку, или вывести ваш поток на, как это, автоплатёж? Ну, конечно, автоплатёж, да. В этом случае 5 300, 5 идёт обратно на оплату, 300 вы забираете себе на покупку икарнсы. А если у нас ещё при этом акции всевозможные, когда нас поощряют за то, что мы открываем вот эти стартовые потоки, и нам дарят, икарнсы в подарок идут за каждое пополнение, мы можем заранее подтянуть икарнсы. И у нас вот совсем недавно была акция, когда при подтяжке они менялись не на 400 или там 500 рублей, в зависимости от суммы номинала открытия этого потока, а на 800 рублей. Ну, грех не подтянуть заранее, а ещё за это, а нет, не здесь. В общем, короче, вот 800 рублей, это было шикарное предложение, конечно же, многие им воспользовались, и я в том числе. Я открыла ещё два потока во время акции. Вот, поэтому ждите акции, наверняка что-то будет скоро на майские праздники. Я ничего не знаю, но я предполагаю, вернее, очень хочется. Вот, и, соответственно, сразу открываем стартовые потоки, готовьтесь. Особенно ускоренный стартовый поток. Он работает короче, он не работает 10 месяцев, он работает 7 месяцев, а процент тот же самый. И вот куча выгод, которые я сейчас только что вам, о них всё объяснила. Шикарно, хорошо. Теперь подытожим, как говорится, по стартовым потокам, да? Вот чему он учит по-настоящему, вот если вообще в глубину его копнуть, какой он учит, какую мышцу качает в голове? Качает мышцу инвестора, ну, в хорошем смысле, отключает жадность, да? И включает вот эту вот мышцу, как, вот действительно, ты правильно сказал, мышца. Да, отжимания, да? Упал, отжался, упал, отжался. Отдал, забрал. Отдал, забрал. И чем больше ты, как бы, меньше отдаёшь, больше забираешь. Но всё время, каждые две недели, у нас вообще очень многие потоки, ну, как бы, вот такого внимания вот этой мышцы требуют. И вот стартовый поток как раз этому обучает. Получает спокойствию, доверию, да? И вот это вот отдал, получил, отдал, получил. И чем спокойнее ты отдаёшь, тем больше ты получаешь. Это вообще феномен, конечно. Всё правильно. То есть у человека, у обычного человека, который обычную школу закончил, обычный университет, не какой-то там Кембридж, Гарвард, там, и так далее, какой-нибудь по бизнес, MBA, там, и так далее. Он, ну, живёт обычную жизнь, и его не учили с детства. Как с деньгами? Что с ними делать? Ну, получил зарплату, прошёл, пропил её. Получил, прошёл, прогулял. Получил, прошёл, там, не знаю, купил себе одежду, опять ничего нету. Ну, и так далее. То есть получил, поотремонтировал машину, опять ничего нету. Ну, и так далее. То есть он не понимает, как с ними надо. Да потом он начинает понимать, начинает жадничать. Уже начинает понимать, что всё как дырявая корыта. Он начинает уже копить, копить, копить. Потом, бам, инфляция. Он опять ни с чем остался. И он вообще в шоке. Что происходит вообще? И так не получается, и так не получается. Оказывается, предпринимательский навык, навык инвестора – это отдать, взять. Вовремя отдать, вовремя взять. Потом опять отдать, опять взять. Опять отдать, опять взять. И вот таким вот образом качается вот эта мышца. Она где? Вот здесь, вот в голове нашей. Многие боятся отдать. А тут ещё надо каждые две недели, да, Ира? Сначала был страх, да? Вообще страшно очень, да. И прикол в том, что чем больше будете на новый номинал выходить, тем страх опять вы будете с ним сталкиваться, да? То есть, допустим, поэтому я рекомендую ускоренный стартовый открывать на максимальный номинал, насколько можете. Это ваша, как говорится, планка, и она сразу вам, обычный стартовый, позволит психологически просто подниматься. Но стартовый конкретно качает. Это терпение, это прокачка, прокачка. Поэтому чем больше у вас будет стартовых потоков открыто, тем будет лучше. Это действительно шикарный инструмент. Так, по поводу стартового потока. Ещё раз повторим, это поток с обязательным пополнением каждые две недели. Работает он 20 периодов, либо 10 месяцев. Дальше общая доходность за всё это время 150%. И, конечно же, за счёт подтяжки нашей криптовалюты и каренсы, друзья мои. Доход идёт везде, во всех потоках за счёт подтяжки нашей криптовалюты и каренсы. По льготному курсу в кабинете. То есть, сейчас по какому курсу мы покупаем на сегодняшний день? Где-то около 100. Около 101 рубля. 101 рубля. Кассель, там 96, там где-то 95 евроцентов в мани сторожи. И уже по льготному курсу, по курсу, который, как правило, в стартовом потоке он в 5 раз больше, чем рыночный курс, мы, соответственно, подтягиваем к потоку. И за счёт этого у нас получается шикарная прибыль. Поэтому, друзья, стартовый поток – это много таких ванночек, вёдрышков, когда проливной дождь идёт, и вы пытаетесь собрать дождевую воду. Чем больше этих вёдрышков вы поставите по огороду, тем больше водички соберёте. Чем меньше поставите, меньше соберёте. Вот так относитесь к стартовому потоку. Их должно быть много просто. И прикол его ещё в чём? Чем больше номинал потока, тем больше будет у вас доходность. Вот в чём прикол. То есть везде прослеживается вот эта определённая фишка, кроме, наверное, быстрого потока, вот эта фишка. Она среднесрочная. Чем больше… То есть деньги идут к деньгам. То есть чем больше мы идём в растущий поток, тем больше он и даёт. Так же и тут, стартовым заточено. Чем больше мы заходим на номинал, номинал на 50 тысяч или на 100, по процентному соотношению и кардис надо меньше подтягивать, чем если взять это к 5 тысячам на минималке. Вот этот момент, учтите, да? То есть в итоге получается в процентном соотношении доход от 50 тысяч, от 100 тысяч, если зашли вы в стартовый поток, он намного больше, чем от этого маленького номинальчика 5 тысяч тестового, я бы даже так сказал. Поэтому так интересно всё устроено. То есть мало того, что стартовый поток учит, отдал, взял, отдал, взял и параллельно даёт вам всё больше и больше и больше. Так он ещё и приучает вас к пониманию, что деньги приводят к ещё большим деньгам, а ещё большие деньги приводят к ещё большим деньгам. И вот таким вот образом надо понимать, как это всё работает. Это магнит, деньги как магнит, да? То есть это магия. И когда вы начнёте врубаться своими нейронными связями, понимать уже подсознательно, как эти процессы функционируют, у вас молниеносно начнёт в жизни всё меняться. Поэтому стартовый поток учит. Это прежде всего обучающий, прекраснейший поток. Поэтому запускаем этот поток, не боимся ничего. Так чудесно получается, что деньги появляются, да? На его пополнение. Это вот каким-то образом... Да, действительно, но это так, да. Чудесно, деньги появляются, шикарно. Ну что, переходим к быстрому. Да, я хочу тебе сделать комплимент, за что ты... Вот ты говоришь, чем зацепил? Вот тогда у тебя настолько образная речь. Ты всегда находишь такие интересные и понятные образы любому человеку, что не нужны ни графики, не нужны никакие таблицы и цифры. Вот стартовый поток с этими ведёрочками, с этой капелью, действительно, всё в точку. И я знаю, что ещё хочу сказать. Люди у нас, наверное, сейчас слушают, новички или, может быть, даже партнёры. Я очень хорошо понимаю тех, кто только стартовал, у кого нету ещё денег. И вот они, наверное, сидят, думают, ну где взять деньги? Вот вы такие все молодцы, говорите тут. Открывайте потоки с большей суммой. Вот этот поток любит большие суммы. Вот этот тоже. А куда нам деваться, да? С чего начинать? Ну, во-первых, есть у нас вознаграждение за то, что мы рассказываем об этом чудесном сообществе и нашему окружению. Просто хочется об этом рассказать. И очень хорошее вознаграждение. Во-вторых, я просто хочу сказать, что у Андрея есть замечательное видео на канале YouTube, где он делится секретами, где сегодня любой человек может всё-таки эти деньги раздобыть, чтобы нормально стартовать в наших потоках. Андрей, как это происходит? Надо немножко просто разуть глаза, переосмыслить, сделать переоценку ценностей по-настоящему, что тебе надо, что тебе не надо. Посмотреть этот эфир, сделать все рекомендации, что я говорю. Как важно делать все рекомендации, да? Вот многие что смотрят, но ни хрена ничего многие не делают. Поэтому важно сделать. А вот тот, кто делает, у того быстро. Очень всё быстро в жизни меняется. И правильно Ирочка сказала, что на данный момент важно понимание и того момента, что деньги приходят под запрос. Вот если у вас есть запрос пополнить стартовый поток, он во вселенную ушёл, всё. Вам приходят так, события складываются таким образом, что непонятно откуда-то у вас появляются деньги на пополнение стартового потока. Получается, деньги приходят по нужде. Если нужда появляется, деньги приходят. Я думаю, на этой фишке держатся все банки, кстати, которые все кормят их, понимаете? Потому что они понимают, что надо загнать человека в нужду, и у него будут появляться деньги, и он будет нас кормить, всё будет хорошо. А мы сделаем график платежей таким образом, что половину всего срока человек будет просто проценты только голые платить, а тело вклада будет по минимуму. А потом в самом конце, последним платежом он будет гасить 90% тела вклада, наверное. А вот это всё, весь период, все вот эти 10-20 лет, если это ипотека, соответственно, будет кормить нас в банке. Поэтому вот эту фишку и как раз вот этот стартовый поток, он и показывает, деньги идут по нужде. Создайте себе чуть-чуть небольшую нужду, но небольшую, чтобы вы могли её как бы... Гантелю надо поднимать, чтобы она на вас накачала, её надо смочь поднять. То есть гантеля в 50 килограммов на одну руку вас не накачает, вы не сможете её поднять просто, понимаете? Вы э-э-э и всё, как минимум связки порвёте, либо ещё что-то. А вот гантеля в 5 килограммов вас уже накачает поменьше, да? И вы начнёте полноценно прокачиваться, и будет ваша мышца уже крепнуть изо дня в день. Так же и здесь. То есть начинайте потихонечку тренироваться. И чем больше вы начнёте тренироваться, вот это вот, играть со вселенной нуждой своей, тем больше она начинает вам давать. Ну и, конечно, надо разуть глаза. Ну и классно, Ирочка просто порекомендовала людям брать деньги из рекламного бюджета, конечно же. И об этом мы чуть попозже расскажем. Как можно деньги брать из рекламного бюджета нашего сообщества. Потому что я очень хорошо понимаю, я была в этом состоянии, мне негде было взять денег. Хотя ты абсолютно прав. Когда появилась цель, я бы брала слово «нужда», оно как-то нам не очень подходит в наших потоках. Это, скорее всего, да, вот ту историю с банками, ты прав абсолютно. А здесь вот желание, жгучее желание исправить ситуацию, в которой ты оказался. И правда начались деньги находиться. Ребят, правда, в Хармане я нашла пять тысяч. Заначка такая. Потом с какого-то проекта мне сто долларов капнуло, который полгода вообще стоял, ничего не знаю как. Представляете? То есть, ну вот удивительная вещь. И, конечно, всё туда-туда-туда. Плюс я пересмотрела взаимоотношения с банком. Я, конечно, как и все, аккредитована. Вот. И я начала игры с кредитами. Какие? Я перестала вовремя платить. Я понимаю, что я сейчас говорю криминал, да? Но я высчитала, что пенни, которые я заплачу за просроченный платёж, меньше, чем я получу процент здесь у нас в потоках. И я платежи сначала несла сюда. Здесь они у меня работали. И потом я забирала. Вот сейчас мы как раз будем говорить о быстрых потоках. Через 15 дней я забирала и несла в банк необходимую сумму. Но у меня было в плюсе. Неважно, 600 рублей, 500 рублей. Ну, ребята, а кто не наклонится и не поднимет 500 рублей с пола? Ну, я думаю, что нет таких людей. Поэтому кто-то говорит копейки, но из копеек складываются деньги. Складываются вот так. Такая у меня история была поначалу. Первые два месяца я действительно собирала. Я не знаю, откуда они действительно появлялись. Потому что было очень необходимо, нужно мне это было. Шикарно. Ну что, расскажем народу давай про быстрые потоки. Да, у нас два быстрых потока. Сейчас Ирочка расскажет вам про эти прекрасные потоки. Два брата шикарных тоже. Ну, в общем, потоки все любимые. Потому что каждый из них по-своему хорош. Этот поток действительно интересен новичкам. Наверное, его можно порекомендовать. Людям, которым нужны быстрые деньги. Ну, такой термин интересный – быстрые деньги. Вообще у инвесторов есть понимание. И дешевые кредиты, например. Быстрые деньги, долгие деньги. Вот в данном случае деньги у вас будут работать, так сказать, в потоках. Приносить вам прибыль 15 дней или 30 дней. Давайте мы поговорим сначала про 15 дней. Это ускоренный стартовый поток. Он реально абсолютно работает только 15 дней. И смысл держать в нем деньги на копилочке. Там не имеет смысла вообще никакого. Некоторые ребята, правда, забывают. Валяются у них деньги там еще долго. Непонятно зачем. Но поток действительно… Вообще любые деньги требуют дисциплины. Поэтому ведем какие-то дневники финансовые. И вот здесь минимальная сумма открытия этого потока – 5000 рублей. Вот. 5000 рублей. Вы нажимаете кнопочку. У нас есть волшебная кнопочка. Мы все время об этом говорим. Еще раз скажу. Нажимаем кнопочку. Но не получаем ничего. Здесь поток работает 15 дней. Мы, естественно, подтягиваем и карнси. И через 15 дней нам выдается вся сумма целиком. Ну, если брать 5000, то это с подтяжкой и карнси будет 5,505. И этот поток работает 15 дней с процентов 10,1%. Ну, легко сосчитать. Если мы отправим в работу 5000 рублей и будем их все время снова и снова закладывать в поток, то мы с вами в месяц будем иметь 505 плюс 505 – это 1010 рублей. Ребят, 5000 работает, 1010 рублей в месяц. На минуточку. Это одна пятая часть. Да? Или 20% в месяц. Ну, в каком, я не знаю, в каком месте влазит такой процент. При этом не страшно. Ну, тем, кто боится. Да? У нас много людей, кто обжегся, боится. 15 дней не срок. Пожалуйста, посмотрите. Если не понравится, забирайте свои деньги вместе с прибылью и уходите. Но дело в том, что никто не уходит. Всем у нас очень нравится. Вот. И в этом потоке есть один такой момент. Нельзя открыть через неделю, допустим, или через день еще один такой же. Вот этот поток должен отработать, и тогда мы только сможем открыть точно с таким же номиналом. Я хочу сказать, что эти потоки очень любят наши знакомые, наши друзья, кто занимается бизнесом. У них есть так называемые оборотные средства, да, и когда эти деньги у них просто лежат какое-то время, до того момента, как, например, сделать какую-то закупку, или там выплатить кому-то какой-то полагающийся платеж, проходит вот действительно те самые две недели, и эти деньги просто лежат и не работают. И в банках не отнесешь, и платить рано, да. И в этом случае вот наши друзья-предприниматели кладут сюда, ну, например, можно положить миллион, да, ну, легко считать просто на нем, и через 15 дней получается, если я не ошибаюсь, 24 тысячи рублей. Ну, пожалуйста, миллион пошел дальше в работу, да, на какую-то закупку каких-то продуктов, а 24 вот прекрасная зарплата самому себе любимому, ну, или еще куда-то опять инвестировать или опять же отправлять на работу в свой бизнес. Вот таким образом. Я думаю, что я понятно объяснила ускоренный стартовый поток, с ним очень хорошо взаимодействовать. Он помогает нам в то же самое время подкопить деньги для того, чтобы отправить их работать в растущий поток или в стартовый, да. И плюс вообще между собой потоки, когда начинаешь их взаимодействовать, как я говорю, переплетать, то получается вообще очень здорово. Но это все можно почувствовать только когда эти потоки откроешь. Вот, значит, и теперь стартовый, ой, фу, господи, быстрый поток. Быстрый поток, это вообще, его нужно понять, и тогда вы обязательно будете его использовать в своей жизни. И он вам поможет выйти из этой финансовой матрицы, в которой мы живем. Вот Андрей упомянул наши взаимодействия, взаимоотношения с банками. Там же работают финансовые законы. Вы знаете, я так проанализировала, они точно такие же, как у нас в сообществе. Но они там несправедливые, несправедливые. Там идет совершенно другое перераспределение средств. А у нас то же самое, но справедливые. Так вот, если мы с вами получаем зарплату, пенсию, не знаю, аванс, какой-то перевод, ну, допустим, одинаковый из месяца в месяц идущий, да. Мы же что, мы привыкли все к пластиковым картам, мы привыкли к тому, что мы платим там или прикладываем свой телефон, но деньги лежат в банке. Ребят, кто им пользует, кто пользуется в это время деньгами? Вы же не снимаете все деньги сразу. Ну, не знаю, получили зарплату 30 тысяч рублей, да, ну, к примеру, среднестатистическая зарплата в России. Получили, она у вас лежит там, кто пользуется этими деньгами? Ну, я думаю, что я не открою вам секрет, ими пользуется банк, ну, или кто там за ним стоит, да, руководство. Вы снимаете деньги постепенно, и где-то через месяц они у вас заканчиваются, а иногда быстрее, и вы ждете, не дождете следующей зарплаты, чтобы опять начать вот это колесо. И как некоторые шутят, деньги кончились еще, вот, только пришли, уже кончились, потому что нужно выплатить кредит, нужно заплатить ЖКХ, нужно купить еды, нужно заправить машину и так далее. И так далее, да, и деньги заканчиваются прямо сразу, быстро. Я что предлагаю? Берете деньги оттуда, полностью их забираете, переводите их сюда в быстрый поток, кладете их на те же самые 30 дней, месяц, да, и мгновенно сразу сами себе выписываете премию. Ребят, это самый основной закон инвестиций, сначала заплати себе, а потом уже неси во все эти кредиты ЖКХ и магазины, понимаете? Конечно, все это нужно оплачивать, надо оплачивать труд и услуги, конечно, но сначала заплати себе. А получается, что мы про себя забываем, откладываем покупку себе, одежды, откладываем ремонт автомобиля, откладываем отпуск, не знаю, зубы, все что угодно, на массаже, оздоровление. Мы все откладываем на потом, потому что у нас вот это заплати другому, заплати другому. Старт будет, господи, это что ж, забывая все время, быстрый поток помогает нам исправить эту ситуацию в голове и сначала заплатить себе. Так вот, примерно на 30 тысячах. Получили зарплату, сняли ее из Сбербанка, из Тинькова, откуда там, да? Положили их в быстрый поток и сразу, мгновенно, тут же выписали себе премию 3,300. Ребята, 3,300. У вас получилось 33,300 рублей. Этот поток работает 30 дней и он выплачивает вам вашу вот эту сумму с премией. 1,30 часть каждый день. То есть по 1100 рублей вы получаете деньги каждый день. И тратьте их, пожалуйста, точно так же, как вы их тратили всегда с банка, с банковской карты. Но только у вас уже 3,300 появились, понимаете? И 1100, ну вполне себе хватает, в магазин сходи. 3 дня подкопили, ЖКХ заплатили, да? Еще там 4 дня подкопили, еще куда-то что-то потратили. Но 3,300 у вас появилось. Если там брать другие номиналы, то, конечно же, тоже там разные проценты есть. Минимальный платеж в этом случае, минимальное открытие – это 3,000 рублей. Каждый день вы будете получать 120 рублей. Вот опять возвращаясь к тому, что мы открываем все потоки, чтобы было понятно. 3,000 кладем, подтягиваем и каруси, у нас сразу же выписывается премия, ставим себе 600 рублей, и 3,600 делим на 30 частей, получается 120 рублей в день. Ну, на самом деле, все-таки я советую вам прислушаться нашим советам, да? Советы советуют, чтобы положить сюда и аванс, и зарплату, и пенсию. И таким образом сразу выписать себе премию. А дальше, знаете, как еще можно интересно поступить? Можно с больших потоков открыть меньшие, и заставить ваши деньги работать еще лучше, еще больше, и сделать так называемый сложный процент. Вот маленький пример. 30 тысяч мы положили, в день у нас получается премия, выплаты самой себе, нажимаем когда на кнопочку, 1100 рублей. Три дня покопили. Ну, вообще человеку каждый день деньги, как я понимаю, не нужны. Ну, кто со мной согласен, да? В магазин мы не ходим каждый день, обувь себе каждый день не покупаем. То есть, ну, как-то вот запихали в холодильник продукты, дня три можно отдохнуть. Вот так и здесь. Три дня прошло, деньги еще не нужны. Мы их отправляем на работу. У нас получилось 3,300. Как раз с этих денег можно открыть маленький быстрый поток на 3,000. И у нас уже с вами, смотрите, в день получается не 1100, а уже еще из 3,000 идет еще 120. Сколько получается? 1220 рублей. А если мы еще покопим 15 дней, да, у нас получается 15,000, и мы с тех же самых денег можем открыть поток на 15,000 рублей. И начинаем получать дополнительно, по-моему, 580 рублей. Вроде бы так. Таким образом получается почти 2,000 в день. Ну, ребят, на этом уже можно жить. Месяц кончился, у нас новая зарплата, и мы опять ее кладем сюда, и опять получаем премию, выписываем премию себе любимому. Так что вот стартовые потоки – это прелесть. Обязательно используйте их в своей жизни. И перестаньте кормить банки. Шикарно. Давайте быстрые потоки. Немножко еще о них поговорим. Конечно же, есть много лайфхаков, как и народ настолько научился по-разному ими пользоваться, как сейчас Ирочка сказала, и пенсии, и зарплаты. Что они только не делают? Что наши участники только не придумают интересного такого для того, чтобы себе… Зачем идти начальнику, как говорится, лоб бить, да, челобитную нести, да, и дай мне премию. Когда ты сам себе можешь сделать премию, да. То есть, да, Ира сейчас рассказала про маленькие суммы. Я думаю, что, возможно, у вас эти суммы не интересны. Ну, что такое 120 рублей? Ну, что такое вообще? Давайте я по-другому расскажу. Вот, допустим, максимальный номинал на обычный быстрый поток, который работает 30 дней, да, и выплачивает деньги каждый день, одну тридцатую часть, это 900 тысяч. 900 тысяч за месяц приносит 45 тысяч за минусом там стоимости и каренси. Вот. Начисление ежедневно будет 31 500. То есть, по сути, там чистыми, там будет 37, где-то вот так вот, 37 тысяч чистыми, просто вот так вот чистыми, и все, только потому, что вы просто 30 раз нажали на кнопочку. Вот так раз, два, три, четыре, и так вот 30 раз, и у вас все, у вас по 31 500. А если вы еще прокрутили на следующих потоках, то есть 31 500, вы уже можете открыть поток на 30 тысяч, допустим, да. Но если эти деньги у вас не на месяц свободный, а на два месяца, вы можете еще их там прокрутить на более высоких номиналах, да. Поэтому обычный быстрый поток так устроен, что он дает от 5 до 20% общей прибыли за месяц своей работы. Прибыль, конечно же, также идет за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренси. Идем в сберкассу Money Storage, либо на нашу биржу по партнер BlackBit, покупаем и каренси по рыночному курсу, и подтягиваем в поток по курсу, как правило, сегодня в 4 раза больше, чем рыночный курс. И за счет этого у нас получается прекраснейшая прибыль, да. Ну и, конечно же, супербыстрый поток, это поток вообще коротенький для самых коротких свободных денег. Доходность от 5 до 10% за 2 недели, друзья мои, за 2 недели доходность от 5 до 20%. Вот, а если вы эту доходность умножите на 12 месяцев, вы можете представить, да, сколько это процентов, да. Допустим, доходность 10% за 2 недели, это в месяц 20%. Теперь 20% умножите на 12 месяцев, это доходность в год 240%. Не режет ухо вам, вот, где вы видели на баннерах такую доходность в банке любого, да. То есть банк дает максимум, там, сколько сейчас, 16, 15, там, 17, неважно, ну, где-то так. Мне кажется, даже 18, да, отличается. Это все, это все, это щедрость просто. Здесь же, здесь же, если вы вот так вот крутите, так это еще не учитывается сложный процент, когда вы процент на процент, процент на процент, там еще будет больше, да. Вот, это просто обычный процент, допустим, вот тупо положили, сняли и все, зафиксировали, все, единоразово, допустим, да. Потом опять положили, сняли, единоразово, зафиксировали. А если сложными процентами вот так вот крутить, это получается процент на процент, это еще интереснее, да, то есть там далеко не 240 процентов, казалось бы, это не умещается мне в голову, что же делать, да, надо уместить, начать пальчиками моторику нарабатывать на сложных процентов, вот, и, конечно же, вы абсолютно все поймете. Супер быстрый поток. Ну, безобразие, столько процентов, вот этот сложный процент она начала считать, она говорит, я не могла остановиться, это чудо, это действительно магия. Все правильно, да, не просто так Эйнштейн сказал, что это восьмое чудо света, это сложный процент, поэтому чем быстрее вы этот сложный процент в этой жизни схватите за хвост, тем быстрее ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Вы восьмое чудо света начинаете использовать в изменении качества своей жизни, представляете, на вас начинает работать восьмое чудо света, и чудеса вашей жизни случаются, поэтому так это работает, друзья мои. Ну, а супер быстрый поток, он работает две недели, это классические линейные, можно сказать, инвестиции, там есть такое понятие, как тело, вклада, процентик, это заморозка средств, можно сказать, на две недели. То есть, если в обычном быстром потоке мы нажимаем на кнопочку и уже мы можем снять, то в супер быстром потоке у нас заморозка средств на две недели, мы просто начисляем, 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 и на 15-е нажатие кнопочки, на 15-й день мы сразу все снимаем, и тело вклада, и сразу же наш процент, который мы получили за счет подтяжки криптовалюты и карции. Вот, поэтому шикарные потоки, которые, конечно же, помогают нам развиваться и использовать веер всех возможностей, потому что деньги действительно бывают разные, они бывают короткие, свободные, длинные, среднесрочные, вообще полностью свободные от каких-либо планов, обязательств, неожиданно свалившиеся на голову. Так, очень важно в нужное русло направить деньги для того, чтобы они начали вам, помогли вам выйти на определенный уровень жизни и на нем закрепиться. Вот это, наверное, самое лучшее, что могут вообще дать жизни деньги, да. Но у нас есть еще один прекраснейший поток. Да, да, еще один, представляете, это далеко не все. Это сиреневая вкладочка в нашем кабинете, называется НП, либо накопительный поток. Если же у вас еще нет кабинета, конечно же, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, тому человеку, который дал вам эту информацию. Возьмите у него реферальную ссылочку, зарегистрируйтесь. Регистрация ни к чему не обязывает, но зато будет у вас, как говорится, время и разобраться со всеми потоками. В кабинете все написано, все расписано, все таблички, проценты и так далее. Вот, поэтому обязательно регистрируйтесь. Если у вас, конечно же, нету пригласителей, вы не знаете, как попали в этот чат, то, пожалуйста, обращайтесь к Ирине. Ирина – сильный лидер, и без проблем возьмет вас в свою команду и научит всем нюансам работы системы. Либо пишите любому лидеру в чате «Бот спис», целый список мощных лидеров-консультантов скидывает. Это мощные лидеры с прекрасными потоками, командами и так далее, которые помогут вам разобраться во всем. Вот, поэтому, друзья, регистрация, еще раз, ни к чему не обязывает, но у вас появляется шанс разобраться со всеми потоками и, по крайней мере, начинать посчитать где-то что-то. Хотя, просчитывать что-то где-то – это неблагодарное дело по одной простой причине, потому что все эти алгоритмы создавались более чем 11 лет. И поэтому за одну даже бессонную ночь вы не справитесь с этой задачей, их полностью понять и просчитать. Они познаются в действии, в действии, да, то есть вы не сможете на коне научиться ездить в теории по книжке. Надо сесть и начать двигать правильно попой, спиной, ножками и головой даже, для того, чтобы вы в гармонии вошли с лошадью и начали на ней скакать, да, скакать. Сначала так просто, хотя бы так не упасть в нее, да, потом чуть побыстрее, побыстрее, а потом уже голубом начать, потому что это три разных посадки на лошадь совершенно, и по-разному надо себя вести, да. И вот кто катался на велосипедах, он поймет, сначала он катается там на трехколесном маленьком, потом уже большой велосипедик, да, катается. А потом уже, когда уже хороший большой велосипед и уже на больших скоростях едет, и вдруг тут кочка, умный велосипедист, что сделает, Ирочка, на кочке. Нет, он привстанет немножко. И поднимется, да. Да, чтобы попник не получить себе, понимаете, это уже, ну, с опытом нарабатывается, так как у нас здесь также, вы нарабатываете опыт в этих потоках, и они просто обалденно начинают закидывать вас деньгами. Вот, я уже здесь седьмой год, и скажу честно, я до сих пор ловлю инсайты, я до сих пор начинаю врубаться в глубину зашифрованной здесь информацией, до сих пор начинаю понимать, насколько они сейчас здесь гармонично сгармонизированы даже с вибрациями природы, понимаете. Вот, они сейчас сгармонизированы со всей, вот, как сказать, вот, ребеночек в человеческом царстве, да, рождается за 9 месяцев. Вот, как бы мы ни хотели, он за 2 не родится, да, вот, либо он не сможет там через 12 месяцев родиться. Ну, вот, четко, да, вот, есть какая-то определенная цикла, какие-то законы природы в нашем человеческом царстве, вот, определенные, да, и вот они настолько в потоке сгармонизированы с людьми сейчас, потому что, когда я пришел, у нас были совершенно другие алгоритмы вообще, у нас был один алгоритм, и он очень простой, это назывался 1% в день, вот, и, скажу честно, это намного большие деньги, чем сейчас, и людям просто сшибало крышу, просто срывало ее, потому что люди настолько быстро, за 3 месяца могли получать прекрасные суммы, и у них просто сносило крышу, они начинали делать, ну, а бы что, просто, они были не готовы, то есть система опережала их рост психоэмоциональный, сейчас все очень сгармонизировано, сейчас чуть помедленнее работает система, но она настолько надежная, она за счет этого стала еще более надежнее, и за счет этого она дает людям время раздуплиться, да, она дает людям время понять, что же тут происходит, что же эта кнопочка, что же она творит со мной, да, что же мне делать с этими деньгами, да, а как же мне лучше это все делать, мне больше накапливать или не накапливать, идти мне выводить, не выводить, то сколько вопросов у человека появляется, вот, и, конечно же, постановка цели, это вообще отдельная тема для разговора, да, ну, мы вернемся к нашим потокам, наша сиреневая вкладочка, накопительный поток, как мы его по-другому называем, Ирочка? Ну, по-разному мы его называем, вот, вспоминаем мою историю, да, когда я в самой первой своей сетевой компании столкнулась с таким словом, как накопительная часть пенсии, вот, можно так называть, и, ну, как бы не печально это было, но к пенсии мы все приходим рано или поздно, я, например, я вообще ее забыла получать, целый год ее не получала, настолько я была увлечена своей деятельностью, вот, ну, можно на пенсию выйти раньше, вот, в нашем сообществе можно выйти на пенсию, ну, в кавычках, не по возрасту, а обеспечить себя, можно уже выйти через год, через три, да, вот, на самом деле, вот эта финансовая грамотность, это понимание накопительной части пенсии, или, если хотите, как раньше накапливали, ну, и сейчас некоторые, накапливают детям на обучение, на свадьбу, да, вот такие, какую-то крупную покупку, я не знаю, там, все, что угодно можно, то есть, это такая некая финансовая подушка через время, и вот это очень хорошо настраивает, опять же, на финансовую дисциплину, позаботься о себе потом, через несколько лет, воспользовавшись тем, что сегодня у тебя все хорошо, и со здоровьем, и с энергией, и финансовыми какими-то вот потоками, да, сегодня у тебя все хорошо, позаботься о том, чтобы у тебя была финансовая подушка через три года, через пять лет, через 10, через 25 лет, у кого какие аппетиты, у кого какое настроение, кто сколько собирается еще прожить, но среднестатистическая сегодня продолжительность жизни увеличилась, И говорят, что после 50 лет, ну, как бы 50 лет, это возраст, когда человеку сегодня нельзя назвать пожилым. Он еще очень, мол, и физически, и внешне, и по складу, так сказать, характера и ума, вполне себе молодой человек 50 лет. Поэтому живем, ребята, по 120, по 150, по 160 лет, и потоки, в том числе накопительные, нам в помощь. Тем более, вот Андрей мне очень нравится, он всегда говорит, не знаю, я такого не слышал. Я тоже, ребят, не слышала, чтобы через 3 года готовился какой-то закон о том, что деньги будут отменены. Они будут тоже нужны через 3 года и через 5 лет. Может быть, что-то другое придумают, может быть, крипта крепко встанет на ноги, но они все равно будут нужны, денежные знаки. Вот, поэтому накопительный поток – это такая чудесная вещь, которая позволяет нам с вами сделать себе вот такое приятное через минимум 3 года. Минимум номинал – это 1000 рублей, и минимум – это 3 года. Мне, опять же, вспоминается женщина, которая стала моим партнером, у которой двое детей. Ну, не будем о пенсии, кому-то, может быть, этот момент неприятный, хотя потом я про нее тоже скажу. Она говорит, у меня двое детей, и через 3 года, через 5 лет это будет уже ощутимое финансовое бремя, не постесняюсь этого слова, потому что ребятки пойдут учиться, а девочка, вполне возможно, замуж пойдет. Ну, и я не знаю, говорит, если вот сегодняшнее положение дел финансовое, что со мной будет через 3 года, я не уверена. Я говорю, смотри, есть накопительные потоки. Например, по 1000 рублей на каждого ежемесячно ты можешь откладывать? Это будет для тебя обременительно? Она говорит, нет, конечно, 2000 в месяц абсолютно. Так вот, открываем накопительный поток на 3 года, и каждые первые 3 года, каждый месяц вы откладываете в этот поток 2000 рублей. Ну, и карантин, конечно, подтягиваете, 2000 рублей. Через 3 года поток будет уже отдавать вам каждый месяц 10 тысяч рублей. Она так удивилась, она говорит, как 10 тысяч рублей? Я говорю, ну, вот так, так это же здорово, у меня, говорит, по пятерке на каждого будет. Я говорю, ну, ты уж там сама дели, как тебе будет удобно. Но в следующие 3 года ты получишь 10 тысяч рублей, каждый месяц будешь получать и, соответственно, своим ребятам помогать. В учебе там или, наверное, еще что-то, да? То есть ты всегда найдешь этим деньгам применение. Вот такие интересные вещи у нас происходят. Если положить на более долгое время, то тут уже, будучи молодым, 40-летние, 50-летние, положите на 10 лет, да? Платите ежемесячно по 1000 или по 2000, не обременительно совершенно, самому себе на будущее, вот эта накопительная часть пенсии. Сегодня уже много-много лет, десятки лет, так живет весь Запад, вся Европа, грамотная финансовая, понимаете? И потом вот они на эти деньги живут, которые сами себе отложили. У них работают проценты, они с этих денег получают ежемесячное вот такое себе вознаграждение и путешествуют, прекрасно одеваются, вкусно питаются. И не должны влачить вот это нищенское существование, когда ты получаешь пенсию, я это знаю не понаслышке, 7 тысяч рублей. Вот у меня минимальная пенсия 7 тысяч рублей. Ребят, ну как, да? Даже со всеми социальными выплатами 14 тысяч рублей, ну это вообще ни о чем. Это ниже прожиточного минимума, хотя нас пытаются уверить, что это прожиточный минимум. Пусть они попробуют, если эти законы пишут, прожить на эти деньги. Вот, поэтому накопительный поток это просто чудесный поток и обязательно нужно позаботиться о себе. И хотя бы на ближайшие, ну через три года подумать о том, как ты будешь жить. И этих потоков тоже может быть много на разные суммы, на разные номиналы. И если у вас здесь в наших потоках появляются деньги, улучшается ваше финансовое положение, конечно же нужно позаботиться о себе в будущем, увеличивая эти потоки. Ну насколько я знаю, 500% где-то, да, дают этот поток. Накопительный поток это довольно мощный, шикарный поток. Это стратегия вашей жизни от 3 до 25 лет. Вы можете ее запрограммировать на получение, можно сказать, денег из будущего, да? Которое... Будущее имеет свойство становиться настоящим. Вот есть такой момент, да? Очень быстро. Очень быстро, причем сейчас, казалось бы, да, вот Ира, только что, вроде бы ты пришла, уже полгода прошло, да? Пролетело просто. Бам, и все, да? А что такое 3 года? Это вообще ни о чем. Это ни о чем. Вы немножко откроете глаза, оп, уже 3 года прошло. Так вот, есть табличка очень интересная во вкладочке в вашем кабинете. Если нет, то регистрируйтесь, у вас будет кабинет. Называется, как создать денежный поток и эффективно им управлять. И там есть вкладочка, называется накопительный поток. Там целая таблица, очень интересная, кстати. Вот. Есть номиналы в этой табличке. Есть года. 3 года, 5, там, по-моему, 7, 10, там, ну и так далее, до 25 лет. Вот. И разные коэффициенты, да? То есть в 1000, там коэффициент 5. То есть в 1000 превращается в 5 после подтяжки и currency. Но это, наверное, из всех потоков, это самый такой строгий поток, который по-настоящему, то есть требует, он требует ежемесячного пополнения дисциплины. Да, поэтому я человек творческий, поэтому на данный момент я откупаюсь от него как можно быстрее. То есть при первой же возможности я его просто проплачиваю на 3 года, подтягиваю и currency на 3 года и забываю про него вообще, чтобы это. Потом появляется, я опять его там на полгода, да, следующий поток проплатил. Так, через полгода я опять на полгода проплатил, подтянул и currency, я забыл про него. То есть таким образом ежемесячное вот это вот пополнение я не держу постоянно в голове, потому что очень много информации, которую приходится сейчас держать в голове. Но тем не менее, тем не менее, он тоже учит, учит, как правильно распоряжаться, как правильно пополнять и брать, пополнять и брать, но только уже категориями долгого времени, да. То есть мы так накопительный поток устроен, что есть период накопления, а есть период выплат, да. То есть если вы выбрали 3 года период накопления, то у вас 3 года период выплат. Выбрали 5 лет период накопления, будет 5 лет период выплат. И таким образом вы уже можете здесь сами планировать свое будущее так, как захотите. Заходите в кабинет, смотрите эти коэффициенты, смотрите номиналы и, конечно же, запускайте свой денежный поток в будущем в том числе. Это я называю, как говорится, создай сам себе пенсию. Поэтому я уже несколько пенсий создал, сейчас буду создавать еще и еще. А потом, когда эти пенсии пойдут, молодые пенсии, у нас просто ассоциация со словом пенсия, это почему-то возраст. Но пенсия это просто, как бы, это... Свободное время. Да, да, это когда вы свободны и вам идет, и ведут деньги, вот считайте, да? Это когда вы свободны от необходимости работать и вам ведут, вы молодой пенсионер, да? Ну, можно назначить себя пенсионером в любое время. Да, абсолютно верно, да. То есть каждый миллионер, цель любого миллионера стать молодым пенсионером, между прочим, да? Да, абсолютно верно, да. Поэтому на данный момент накопительный поток рассматривайте однозначно, тренируйтесь на минималке, потом понимайте и начинайте строить серьезные планы. Как вы сами себе планы напишите ваши, так и будет. Если не напишите, значит будете жить вашу жизнь в рандомном понятии. Рандомное – это значит случайное понятие. Как случилось, так случилось. Обстоятельства. А вот если не хотите, чтобы не было обстоятельства, хотите, чтобы было по вашему плану, напишите его, пишите его каждый день. И все у вас будет так, как вы себе сами придумали. Поэтому придумайте сами свою жизнь, станете режиссером вашего фильма, как говорится, автором вашей книги под названием «Ваша жизнь» и начните ее писать. И все будет у вас очень хорошо. Как вот спланируете, так все и будет. Потому что то, что написано пером, не вырубить топором, так говорили великие, да? Ну а теперь у нас же еще один поток, друзья мои, вы не поверите. У нас есть еще один прекрасный поток. И, конечно же, это беспроигрышная лотерея, либо мы его называем еще поток удачи. Расскажи, пожалуйста, Ирина, что за поток и как он работает? Да, конечно, это наш любимый тоже поток, волшебный поток, поток удачи. Наши гости, наверное, сейчас уже говорят, господи, да сколько же у вас их потоков? Ребята, у нас их 17. Андрей посчитал, но мы, конечно, сегодня не будем это все рассказывать. Сейчас уже мы скоро закругляемся. Но об этом потоке удачи, конечно же, нельзя не упомянуть. Это поток беспроигрышной лотереи. Вот представляете, мы с вами все в лотерею играем, да, и чаще всего что? Проигрываем, потому что 99,9% заложено проигрыши, иначе откуда возьмут такие джипоты. В нашем сообществе лотерея беспроигрышная. То есть она будет играть до тех пор, пока не выиграют минимум два номера. Как это у нас выглядит? У нас есть несколько лотов. Это классический лот, он стоит 100 рублей. Это блю, голубой лот, он стоит 500 рублей. И у нас есть золотой лот, он стоит 1000 рублей. Соответственно, в каждой из них заложен джек-код. В первой заложено 300 тысяч рублей выигрыш максимальный. Во второй заложено 500 тысяч, полмиллиона. И в третий – миллион. Выбираем мы из 32 чисел 5, которые нам покажутся счастливыми. Либо мы сами, либо нажимаем кнопочку «Рандомно это сделать». Ну, я обычно договариваюсь с ангелами. Говорю, какие мы сегодня циферки выберем. Вот. И я всегда совершенно спокойна, потому что минимум два номера, то есть наш лотерейка, наш лот играет каждый день в 12 часов по Москве, не пропуская ни одного дня. Каждый день наша лотерейка играет. И она будет играть до тех пор, пока не выиграют минимум два номера. То есть никогда не прогорит ваш лотерейный билетик. И на два номера, как я говорю, приходит утешительный приз. Но вы же всё равно выиграли. И вот это сознание, вот эти нейронные связи, понимаете, они начинают убеждаться, что мне везёт. А мне сегодня опять повезло. Ну и что, что вот такая… Ну я же выиграла. Если раньше человек говорит, да я никогда не выигрывал. Здесь, ребята, вы все будете выигрывать. Ломаются вот эти стереотипы неприятные, болезненные, когда вот там всё плохо, там не везло, там не было денег. Здесь у вас будут деньги каждый день. И ещё к этому, ко всему вы будете выигрывать. Вы будете выигрывать. И я желаю вам всем выиграть джекпот. И я хочу сказать, что это совершенно не чудеса. Вы думаете, я тут сижу, сочиняю и желаю вам? Конечно. Вы знаете, что у нас с Нового года выиграли, Андрей, сколько? 24, да, по-моему, джекпоты выиграли. От 300 тысяч до миллиона. Да, всё верно, да. И были выигрыши. Представляете, 24 счастливых человека всего лишь за январь, февраль, март, начало апреля. Так что, а почему не вы? А почему не я? Да? То есть, пожалуйста, ребята, играйте. Минимальный билетик стоит 100 рублей. Максимальный стоит 1000 рублей. И здесь ещё какая прелесть. Мы эти лотерейные билеты можем дарить. Можем дарить. И я вот от себя могу вам предложить всем, кто ко мне сегодня обратится, да, захочет стать партнёром в моей команде, я обязательно подарю лотерейный билет с возможностью выиграть 300 тысяч рублей. Шикарно. Я думаю, что надо обязательно воспользоваться этой возможностью, потому что шансы... Новичкам везёт. Есть такое правило очень интересное. Новичкам везёт. И это работает. Это прям железобетонно работает. Вот всю мою жизнь. Я вот наблюдаю. Вот это просто круто работает. Действительно, беспроигрыш лотерея – это очень интересная штучка. Она называется ЛТ, чёрная вкладочка в вашем кабинете. Вот вы на неё нажимаете и проваливаетесь во вкладку «Лотерея», и будет такая большая жирная красная кнопка «Правило лотереи». Вот на неё нажимаете и читаете. Там всё написано, где какой выигрыш, сколько чё стоит, когда чё выплачивается. Молниеносные все выплаты, поэтому обязательно используйте этот момент. Ну и так, подытожим. Что же у нас видим в кабинете после регистрации? Первое, конечно же, это тот поток, про который ты начала. Сегодня растущий поток. Давайте растущий поток. Дальше стартовый поток. Обычный стартовый поток. Дальше ускоренный стартовый поток. Дальше у нас обычный быстрый поток. Дальше супербыстрый поток. Это пять уже. Дальше накопительный поток. И, конечно же, наша беспроигрыш лотерея. Итого семь потоков у вас уже есть в вашем кабинете. Уже, да, они все разновременные, они все друг друга взаимодополняют, и в итоге у вас получается веер возможностей, но это еще не все, друзья мои, мы только начали по-настоящему, да, вот, у нас же еще есть рекламный бюджет. Дело в том, что сообщество не дает рекламы, и рекламный бюджет распределяет среди активных участников и лидеров, поэтому, друзья мои, те, кто принимает решение воспользоваться этим рекламным бюджетом, те, конечно же, получают дополнительное вознаграждение в виде реферальной программы, либо командных бонусов выплату. Поэтому давай расскажем сейчас еще про два вида источников дохода, да, это у нас по вознаграждению за развитие нашего проекта, это по реферальной программе, и, соответственно, что такое командный бонус, что такое лидерство, в трех словах расскажи, и пойдем дальше. Ну, это вот как раз то самое вознаграждение, которое заинтересовало меня в первую очередь, откуда взять деньги, деньги от людей, и это рекламный бонус, так можно сказать, да, то есть у нас нет специального какого-то рекламного продвижения, нам это не нужно совершенно, мы практически замкнутое сообщество, но деньги, тем не менее, заложены в вознаграждение, поэтому, когда мы рассказываем, развиваем это сообщество, расширяем его, да, мы получаем интересное вознаграждение. В первую очередь, так сказать, прямое, от прямых ваших партнеров вы получаете от 3 до 7% в зависимости от потока, от суммы, которую он вкладывает в эти потоки. Растительный, ой, растущий поток дает 7%, вот, соответственно, стартовый поток дает 3%, но не забываем, что в этом случае вы как зарплату каждые 2 недели получаете 3% от номинала поток, который открыл ваш партнер в первой линии, так скажем. Первая линия – это те, которые приходят непосредственно по, ну, благодаря вашему, вашей рекомендации. Вот, а лидерские, вот это меня сразу зацепило, поэтому лидерство я закрыла, по-моему, буквально через 1 месяц небольшим, потому что там тоже очень интересное вознаграждение, и я впервые такое вижу, что до самой глубины, до бесконечности, в случае, если под вами нет лидера, то есть вы можете брать проценты вознаграждения до самой-самой глубины, 20-й, 50-й, вы можете даже не знать этого человека, а вознаграждение у вас суверенно будет каждый день, каждую минутку в зависимости от того, какой поток человек открыл и когда. Так вот, там выплачивается, опять же, что мне понравилось, это, если это ваш личный партнер, то вы получаете с него в первую очередь как с личного партнера, например, 7%, и еще как от человека, который входит в вашу команду, вы еще раз с этого же человека, например, получаете 5%. Итого получается, сколько? 12%. Это очень существенно, когда человек открывает, например, растущий поток на 100 тысяч, то вы сразу, единовременно получаете 12 тысяч рублей, да, по-моему, я не ошиблась? Все верно, из рекламного бюджета нашего сообщества. А если это быстрые потоки, то тут тоже очень интересное вознаграждение. Добавляются дни, то есть вот ваш поток работает 30 дней, и если, допустим, 10 ваших партнеров тоже откроют по вашей рекомендации быстрый поток, а мы всем его рекомендуем, как минимум открыт на 3 тысячи, вы получаете дни дополнительно, то есть к вашим 30 дням добавляете еще 10 дней, когда вы получите ваше вознаграждение, еще 10 дней, здорово. Я знаю, что у Андрея потоки работают вообще бесконечно, потому что у него большая команда, много новичков, и не только у Андрея, а у всех наших лидеров. Я наблюдаю, что когда помещают скриншоты, да, показывая, какие у них потоки работают, бывает такое, открывают нам завесу, да, я вижу, что плюс 20, плюс 30, даже у кого-то видела у Сергея, не помню, плюс 40 с чем-то человек, да, присоединились. Пожалуйста, ваш поток работает бесконечно, это зависит только от того, будете вы рассказывать об этой возможности в вашем окружении или нет. И вот здесь сразу хочу сказать, что хочется рассказать. Если сначала для меня это была необходимость и где-то отчасти реабилитация, да, перед теми, кто, возможно, там что-то потерял в прошлом, так же, как и я, в каких-то хайпах, да, конечно, я в первую очередь позвала именно этих людей, чтобы восстановить финансовые силы здесь, где можно действительно, где 11 лет уже работает эта система, и куда совершенно не страшно звать людей, чтобы они подправили свое финансовое здоровье. Вот, поэтому, когда я поняла, что еще это приятно, и это действительно работает, и вот сердце просто стало просить, вот, ну, вот правда, хочется рассказать об этом, поделиться, потому что я знаю, сколько людей аккредитовано вокруг меня, сколько у людей проблем, и я знаю, что они здесь быстро, быстро выйдут, ну, просто на очень высокую планку. У меня вот недавно совсем подключился новый партнер, ну, не знаю, две недели еще не прошло, уже через неделю, вот, знаете, еще такое интересное, благодарность, да, очень быстро начинаешь еще и благодарность получать словесную, не только эмоциональную, ты, конечно, понимаешь и догадываешься, что человеку хорошо и тебе хорошо. Помните, как в этом фильме, когда мне будет хорошо, я тебя так довезу, что тебе тоже будет хорошо, да, вот, и вот здесь настолько хорошо, и когда люди еще начинают говорить, господи, а где же я был раньше, я же его звала, где-то месяцы три назад, да, вот, она сама начала, он меня тогда не услышал, он говорит, как жалко, что я не услышал тебя тогда. Я говорю, все хорошо, главное, что ты услышал меня сейчас. Вернее, даже сам попросился, позвонил, спросил, как дела, я ему сказала, ну, шикарно, вот, шикарно, прошло три месяца, просто шикардос. Вот, и у него уже сейчас две недели прошло, у него тоже пошли дела просто в горы, и мы сегодня с ним открыли, очень быстро, парень такой шустрый, открыли все потоки на всех платформах, и на испанской, и на польской, и на киргизской, и на европейской, вот, потому что у него появилась мысль 15 тысяч запустить быстрый поток. Я говорю, зачем тебе 15 тысяч запускать под 12%, когда ты можешь их разложить по разным корзинам, да, и получить 20%. Есть логика? Есть. Ну, вот такая история хорошая у меня сегодня. Шикарно, а лучше 15 тысяч везде разложить по всем корзинам, получить еще более. А потом 20 тысяч разложить по всем корзинам, да, и так далее, да. Класс, супер. Конечно же, реферальная программа – это очень хорошая программа, это возможность получать, кстати, доход из рекламного бюджета сообщества, потому что сообщество все равно заплатит, как бы, тем, кто будет рассказывать о нем. Но сообщество приняло решение не платить там монстрам Яндексу, они и так богаты, и там еще там кому-то, да, Гуглу, у них и так все очень хорошо. А решил эти деньги оставить своим участникам, которые развиваются здесь и хотят изменить свою жизнь. И поэтому вашим знакомым все равно кто-то расскажет, так почему не вы. Так у нас такие ситуации возникают очень интересные, что там вот сидит участник, зреет, зреет, у него уже там все хорошо, но вот что-то он так очень стесняется об этом все рассказать. А потом вот решился, пришел к своему знакомому, говорит, ну вот, тут вот такая штука есть интересная. Он говорит, да я уже полгода в ней сижу, все нормально, понимаете, да? И тогда человек понимает, что он просто тупил, просто тупил, а другие люди пришли и рассказали его знакомому. Знакомый без проблем воспринял все это на ура, зашел и сейчас радуется жизнь. Так почему не ты рассказал твоему знакомому, а кто-то другой? Поэтому пользуйтесь этой системой, она очень хорошо работает, от 2 до 7% фиферальные. Если лидер, соответственно, даже если есть, как бы в твоей команде много лидеров, ты все равно получаешь до бесконечности со своей лидерской ячейки. Просто так очень интересно работает это все, то есть ты лидер, у тебя лидерская ячейка растет, 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 растет. Потом она, как пчелы роятся, так отделился улей отдельный, вот он уже там тоже начинает расти. А у тебя сначала, оп, большой, потом сдулся, потом опять начинает расти, расти, потом чуть больше, больше, потом опять отделился улей. Вот так вот, как вот пчелы роятся, вот один в один по этому же принципу сделано. Вообще так колоссально, это я просто наблюдаю за этим дыханием команды, это вот так интересно. Вот, поэтому, друзья, рекомендую вам замечтать свою команду вашей мечты, и это реально самое крутейшее место, где можно ее создать, скажу вам честно. Притянуть единомышленников, притянуть единомышленников и реально, то есть, как и свою жизнь, так и жизнь всей вашей команды, реально поставить на другой уровень, на другой уровень. Вот, а многие даже сейчас делают то, о чем даже боялись мечтать даже год-два назад. Поэтому, друзья мои, лидерские командные бонусы, реферальные бонусы, это крутейшая штука. Берите их, и все у вас будет очень хорошо. Так, ну что, теперь, ох, как мы уже идем ближе уже, да, да, да. Мы теперь, хотелось сейчас две вещи еще по-быстрому рассказать. Это вся инфраструктура, которая у нас есть, и ответить на часто задаваемые вопросы. И, возможно, может, у кого-то у участников будут вопросы. Ладно, идет как идет, значит, оно так должно быть. Поэтому давай расскажем про инфраструктуру, что у нас есть. То есть, сейчас у нас есть уже сколько площадок? Вот мы говорим часто про поток кэш, это первая площадка. Пять площадок, вау, пять, ребята. Это рублевая площадка, да, и общеевропейская в евро, испанская в евро, дальше киргизская в Сомах и польская в злотых. У нас пять площадок. И в каждой площадке вот эти все закладочки тоже есть, только в другой валюте, понимаете? То есть, и это потрясающе. Это называется валютная диверсификация. Вот если хотите заниматься диверсификацией, занимайтесь внутри сообщества. У нас столько вариантов диверсификации, что у вас диверсификалка сломается. Это все диверсифицировать, да. И на вот эти вот кнопочки успевать нажимать, как в Тетрис играть. Вот так вот вы и так же на кнопочки нажимаете, только у вас в это время денежки капают. Кап, 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 и взять. Поэтому это все очень интересно. Что у нас еще есть? У нас есть два криптовалютно-платежных сервиса, Сберкасса и Монистораж, да. У нас есть наша криптовалюта икарнси, причем это не токен, не коин, это карнси, это универсальное платежное средство. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого можно тоже зарабатывать. И потихонечку участники команды тоже до этого дорастают, покупают себе майнеры, начинают заниматься майнингом нашей икарнси. Это тоже очень выгодно, ведь наша икарнси только за последний год подорожала в 30 раз, друзья мои, в 30 раз, представляете? Вы только на одной имениках. Можно я расскажу? Давай, давай, расскажу. У меня прям вот история, я осознала это, когда некоторое время назад, вот прям обидно. Ну, что делать? Я когда начинала 16 октября, открыла свой первый поток, на тот момент я специально посмотрела, икарнси стоили 14 рублей. Вот представьте, если бы я тогда 14 тысяч рублей вполне себе подъемная сумма, ну, другое дело, что у меня ее не было. Ну, как бы, да? 14 тысяч рублей вполне себе нормальная сумма для любого человека. Если бы я тогда на эти 14 тысяч купила бы себе, что там получается, тысячу икарнси, да? Ну, по сегодняшней цене я бы могла их продать за 100 тысяч рублей. Ребята, 14 тысяч и 100 тысяч рублей всего лишь за полгода. Вы представляете? Это еще один поток. Мы можем деньги свои держать там пока то-сего, но обязательно мы покупаем с каждой, с нашей прибыли, обязательно мы покупаем себе икарнси и растим еще этот поток в том числе. Потому что он скоро будет в цене очень большой. Все верно. А почему на икарнси такая цена большая, спрашивают люди? Да потому что она очень нужна как воздух для того, чтобы работали все потоки. Поэтому она пользуется большим спросом. А кто запускает потоки? Неужели у вас новички? Нет, не новички. Новички – это люди, которые поймут, где они находятся через определенное время. Для каждого это время свое. Кто-то через полгода, кто-то через неделю, кто-то через три дня, кто-то на следующий день уже. Но, тем не менее, это люди в процессе понимания. А вот старые участники, те участники, которые уже раздуплились, они уже поняли, где они находятся, они поняли, что у них есть в руках скрижаль. Они начинают здесь уже загадывать желание, они начинают пользоваться системой по максимуму. Они начинают во всех площадках делать все потоки на максимальные суммы, которые могут, и строить команды, рассказывать, и так вот эту всю движуху начинать. И таким вот образом получается очень интересное движение, которое дает возможности, и даже вы еще не знаете, откуда они могут вам дать возможности. Даже не представляете, откуда вселенная вам что-то, кто-то придет, какой-то партнер. И либо у вас появится возможность открыть на какой-то площадке какой-то поток. Поэтому на данный момент это просто круто. Что у нас есть еще? У нас есть еще блокчейн, друзья мои. Не каждый банк европейский даже имеет свой собственный блокчейн. Не каждая даже корпорация его имеет. А у нас уже блокчейн, свое собственное сообщество есть уже более пяти лет. Поэтому, друзья мои, блокчейн дорогого стоит. Дальше у нас, конечно же, уже на страже нашей кассы взаимопомощи стоит наша нейросеть, самообучаемая нейросеть. То есть она в процессе нашего поведения обучается. И ее задача, самое главное, это обеспечить безопасность работы нашей системы. С чем она уже два года великолепнейшим образом справляется. Поэтому, друзья мои, это тоже очень крутейшая часть инфраструктуры. Я еще знаю минимум еще пять проектов, которые готовы, кажется, стартануть. Но главное, чтобы вы еще к этому были готовы. Но у нас и так сейчас 10 сайтов. У нас 10 сайтов для того, чтобы мы могли использовать все это дело. Поэтому давайте вы с ними сначала разберитесь, а потом уже, кажется, пойдем дальше. Поэтому, друзья, наша финансовая инфраструктура создана для того, чтобы с ней жить. Она создается очень долго и стоит очень дорого. Несколько десятков миллионов долларов сообществом вложено для того, чтобы была создана вот эта финансовая инфраструктура. И в чем еще особенность инфраструктуры? Ее надо обслуживать. Одно дело ее долго делать, дорого делать. Так еще надо с ней жить, а значит обслуживать. Это тоже стоит денег. Поэтому, друзья мои, финансовая инфраструктура, это такая штука очень интересная. Она дает свободу, что, в принципе, и есть у сообщества. Сообщество – это параллельный финансовый мир, где у всех все очень хорошо. Это свобода, да? В то же время за эту свободу надо платить. Сообщество платит, обслуживает ее и, соответственно, создает безопасные условия работы. И теперь мы сейчас ответим на несколько часто задаваемых вопросов. Это вот многих волнует. Откуда деньги? Пирамида не пирамида? Лохотрон не лохотрон? Приглашать не приглашать? Да вот эти хотя бы разберем, да? Давай, Ирочка, вот часто задаваемые вопросы. Деньги. Откуда деньги? Я вот только пять источников, да? Плюс я еще нашел несколько источников дохода сообщества. Но на данный момент первый источник дохода – откуда деньги? Деньги, в первую очередь, от прогнозируемого положительного прогноза роста нашей криптовалюты и каренсы. Вот я вам только что рассказала пример, да? Как он полгода назад стоил 14 рублей, а сейчас он стоит 100 рублей. Вот, поэтому оно всегда востребовано. У нас много, сотни тысяч людей в 80 странах, и мы постоянно открываем потоки, переоткрываем, да, перезакладываем, делаем сложные проценты и так далее. Мы постоянно находимся в финансовом квесте. И чем более, так сказать, старший партнер, у которого больше опыт, тем большими суммами он здесь оперирует, не боясь совершенно. И, конечно же, ему требуется для этого и каренсы. Поэтому и каренсы у нас постоянно востребованы и, соответственно, постоянно растут цены. Все правильно. То есть на данный момент это одна из таких жирных статей дохода сообщества. Это, конечно же, наша и каренсы, которую надо постоянно покупать. Я постоянно покупаю и каренсы. Несмотря на то, что у меня есть майнеры, они мне не справляются, они выруливают, мне постоянно надо все больше и больше пополнять, мне надо все больше и больше и каренсы и так далее. То есть и каренсы все время докупаешь, докупаешь, докупаешь. Это просто, это, ну, нескончаемая штука. И потоки, соответственно, дают все больше, больше, больше. Конечно же, от справедливого второе источник дохода – это справедливое перераспределение, друзья мои. Вот это важный момент. Не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Вот расскажи своими словами, как ты воспринимаешь, понимаешь вот эту фразу? Что такое справедливое перераспределение, пирамидальная система, одноранговая сеть? Что это такое? Ну, пирамидальная все обычно боятся. Пирамида, что такое пирамида? Посмотрите фильм «Деньги пирамиды долгов», вы тогда будете четко знать, что происходит во внешнем финансовом мире. Как я уже сказала, законы финансовые, они в принципе везде одинаковые, просто они и справедливые перераспределения, и есть несправедливые. В нашем сообществе справедливые. Почему? Потому что у нас децентрализованная система, у нас нет верхушки, руководителя, какой-то аккумуляции денег. Помните, вот я говорила о том, что мы раньше играли в эти кассы взаимопомощи, когда 12 человек складывались, с каждой зарплаты по 10 рублей, вот, пожалуйста, 120 рублей, и один человек сразу получал эти 120, то есть вторую зарплату, по сути, и мог ее потратить на отпуск, на что-то, какую-то покупку и так далее. Ну, я утрирую, 1200 рублей, неважно, да? То есть деньги нигде не хранятся, они сразу пошли кому-то. В то время, когда вы открываете поток, кто-то, наоборот, забирает из этого потока. Поэтому у нас разновременные подействия потоки, и кто-то берет, кто-то вкладывает и так далее. Идет вот этот взаимообмен, и, как вы уже слышали, проценты у нас очень интересные, очень справедливые. Деньги нигде не хранятся, просто у нас потоки кормят друг друга, и мы взаимно еще друг другу помогаем. Все правильно. И на данный момент, как бы, одноранговую сеть можно даже назвать, я ее сравниваю с принципами короля Артура, да, где первый среди первых, равный среди равных, король среди королей, и по этому же принципу, когда у всех, неважно, человек там уже в сообществе 10 лет, либо пришел, вот сегодня зарегистрировал, у всех одинаковые кабинеты, у всех одинаковые проценты, у всех алгоритмы все одинаково. А вот как вы ими управляете, насколько вы доверяете системе, да, насколько вы понимаете, как она работает, вот в этом большая разница. И поэтому, да, эффективность управления кабинетами, она разная. Поэтому чем глубже вы окунетесь в систему, чем лучше вы разберетесь, тем больше у вас будет понимания и соответствующего доверия, и соответствующий достаток, потому что вы начнете более смелее работать, и, соответственно, кабинет вам начнет более круче всего от дела это возвращать, отдавать. Это просто мега круто. Еще третий источник дохода, конечно же, от того, что у нашей системы нет хозяина. У нас некоммерческий проект, и весь доход остается внутри нашего сообщества, внутри нашей кассы взаимопомощи. Вот скажи, пожалуйста, ты вот участвовала в коммерческих проектах? Конечно. Поэтому и пришла к тому плачевному результату, с которого я здесь стартовала. Да, и, как я уже говорила, было взлеты, были падения, и все они были какие-то более-менее продолжительные, а потом все чаще и чаще были падения, падения, вот бум-бум-бум-бум, и все, и уже исчезло доверие, появился страх, появились долги, появились кредиты, и настроение, конечно, никакое. Поэтому участие в коммерческих проектах, где сайты-однодневки, где какие-то легенды придуманные про какую-то новую Зеландию, про какие-то копии в Африке, я не знаю, там еще какие-нибудь австралийские и так далее. На самом деле это деньги на офшорах, умненькие мальчики все это накропают на коленочки, да, сайт-однодневку. Для чего? Для того, чтобы накормить в первую очередь себя. Поэтому там, как говорится, кто успел, тот успел. Вот на то они и хайповые проекты. Было у меня пару раз, успевала, да, но я же понимаю, за счет чего. Кто-то, кто пришел попозже, пониже, так сказать, в этой юбке, в этой пирамиде, тот не успел. Вот. А потом я стала сама оказываться как раз вот в том самом низу, когда только успела зайти, а проект раз и закрылся. И не успела это, так сказать, крылья развернуть. Вот. Поэтому, ну, кто-то играет на этом. Есть люди, так называемые рефоводы, да, которые ищут вот такие проекты, быстро в них заскакивают, быстро собирают рефоводы, получают рефералы, собирают свои вот эти вознаграждения и выигрыш. А остальные нет. Поэтому мы от них очень сильно отличаемся. У нас нет вот этого голодного руководителя или управляющих, да. У нас не централизуются деньги в каком-то одном месте. Вот. Деньги общие. Вот. И самое главное, что наш руководитель, наш основатель Дмитрий Васадин, он в деньгах не нуждается. Он нуждается в сообществе. У него все хорошо. И давно все хорошо. 11 лет назад и еще 5 лет назад, когда он уже, будучи богатым, сытым человеком, во всех смыслах этого слова, задумал, что нужно в этом мире что-то менять. Нужно делать справедливо. Мне очень нравится его фраза. Все потоки придуманы для того, чтобы в первую очередь, вот, по пирамиде маслоу, да, вот эти наши потребности закрыть, наши самые первые потребности. Накормить, напоить, одеть, обуть, оздоровить, вот, чтобы мы успокоились, вот, перестали вот это вот хватать-хватать, успокоились, огляделись вокруг и поняли, что жизнь прекрасна, и что я в эту жизнь пришел вообще-то для чего-то другого. Не для того, чтобы пахать, как ты говоришь, из нужды на дядю. Дяди очень недобрые, к сожалению, начальники не бывают хорошими, хорошими, за редким исключением, а вот как раз-таки здесь просто великолепно. И это все придумал Дмитрий Васадин, поэтому ему великая благодарность. Вместе по поводу. На это точно. Каста взаимопомощи создана, чтобы обеспечить социальный минимум. Это первая его самая основная задача. Вот, и только потом, по-настоящему, в жизни каждого человека все только начинается. Только начинается понимание, кто я, куда я иду, для чего я живу, появляется время, немножко восстанавливается здоровье, у кого потеряно, начинаются курсы массажа хотя бы, начинает стресс уходить, лишний раз в баньку сходить, лишний раз время появляется, себе уделить внимание, какие-то витамины купить подороже, а не абы что в аптеке покупать и так далее. То есть человек начинает потихонечку менять свою жизнь, начинает улучшать, и от этого, конечно же, его жизнь расцветает. Но это еще не весь источник дохода. У нас еще осталось как минимум два, я знаю еще два, но те два я рассказывал уже только на командном обучении. Это очень интересная штука. Потоки наши так устроены, что их надо постоянно пополнять. Представляете, друзья? То есть я постоянно пополняю свои потоки, чтобы они мне давали все больше, больше и больше. Тот же стартовый. Пополняю, беру, пополняю, беру, пополняю, беру. И каждый раз, когда я пополняю, мне нужны и каренсии идти, купить, подтянуть. Я получил прибыль, понимаете, да? То есть когда я хочу выйти на другой уровень, мне надо еще больше поток пополнить, создать. Соответственно, я иду, опять и каренсии покупаю, подтянул, и поток начинает, маховик этот работать, он мне начинает давать все больше, больше и больше. И так каждый участник, который понял, где он и какие инструменты здесь работают. Поэтому, друзья мои, потоки наши так устроены, что мы сами их пополняем. И причем те участники, которые, можно сказать, здесь долго, тем они самые, можно сказать, миллионеры в пополнениях этих потоков. Потому что они знают, где они, они знают, как это все работает, они поняли, где они находятся, они очень смело действуют. Поэтому эта смелость приходит со временем к каждому участнику. Но надо просто здесь задержаться, сконцентрироваться, разобраться и начать крутить и поставить себе цель, конечно же, эту цель. Дойти, успокоиться, себя отблагодарить, поставить себе новую цель. И вот так вот от цели к цели идем по пути улучшения нашей жизни. Вот. И, конечно же, когда уже я начал анализировать команду за год работы, и я увидел, что за последний год работы, я увидел еще, у меня инсайд получил, что, оказывается, есть огромный источник дохода. Это вот от 10 до 15 процентов команды, как бы я глотку не рвал на командном обучении, вот они говорят, у меня своя стратегия, не учите меня ученого. Я все повидал, я видавший виды, я все знаю, я там все. И начинают творить херню всякую, понимаете? Потому что вот у меня несколько новичков заходило как-то, я там на Binance 3 года, там то, сё, и идет на Money Storage, еще год назад покупает e-currency по доллару, понимаете, да? Это еще было год назад, когда e-currency стоило там несколько рублей, и человек идет, тупо покупает, говорит, а что так дороговато, что-то. Я говорю, ты на Binance 3 года был, да? Понятно. Поэтому наша система очень интересная. Здесь уходит такая штука, как самоуверенность. Здесь люди становятся спокойными, уверенными, по-настоящему разбираются. И, конечно же, надо делать правильные действия, тогда вы получите правильные результаты. Когда вы говорите, что я все прошел, я все видел, я все понимаю, это значит, что вы пытаетесь шаблоны чего-то там наложить на эту систему. Это не получится так. Не работает. Не работает, не работает. Это чулок там какой-то из чего-то не натянуть на эту систему, и он порвется, потому что он не создан для этого. Наша система, она уникальная, но аналогов в мире нет и не будет. Именно поэтому она развивалась по своему историческому пути. Вот уже 12-й год развивается, и постоянно она дополняется, меняется, совершенствуется, подкручивается, подвинчивается. И она как живая, понимаете? И аналогов нет. Вы не можете как бы натянуть что-то мертвое на живое дерево. Живое дерево все время шевелится. Она начнет веточки везде проталкивать, и не получится так. Так и здесь. Надо убрать вот это все старое, это старое, и начать учиться, встать в состоянии ученика и начать обучаться этой системе. Как она работает, где, куда, что, почему, какие кнопочки, где какие проценты, где какие сложные проценты, как это запустить, как то запустить, как пройти командное обучение, как там. Много надо еще вопросов задать вам, вашему пригласителю и лидеру, чтобы у вас было все очень хорошо. И, конечно же, почему у нас приглашать вот не нужно в систему? Вот, Верочка, вот расскажи, пожалуйста, вот сейчас создаваемый вопрос, вот почему приглашать? Вы же там за счет новичков, вы там козлы, вы тут сидите вот тут перед экранами, тут рифоводы хреновые, да, вот за новичков живете, да? Вот расскажи, вот почему это не так? Ну, ты же как раз только что и сказал, что старожилы, которые здесь уже разобрались и все поняли, что и как перестали считать, расслабились и стали больше вкладывать. И вкладывают сюда действительно сотни тысяч, миллионы, за счет которых наши новички, которые осторожно на цыпочках принесли сюда тысячу рублей, да, когда тысячу рублей или три тысячи рублей, вы же понимаете, на этом потоке мощные потоки, водопады денег, ну, не создадутся, да? Вот поэтому вот эти вот наши старожилы, некоторые из них имеют полное право не приглашать. Здесь действительно акцента на этом не стоит. Все это делается по потребности души. Никто ничего не заставляет, потому что, поверьте мне, я старый сетевик, я не знаю слов любви, поэтому какие только тренинги я не проходила, поэтому вот эгей-эгей, давай-давай, бери больше, кидай дальше, собирай вокруг себя все, как хочешь, но ты план сегодня должен выполнить, а через месяц вообще, да? Вот, здесь все очень спокойно, все по потребности, именно по желанию. Хочешь, расскажешь, но ведь у многих действительно нет желания рассказывать. Ну, правда, 90% людей не умеют приглашать и не хотят этому учиться. Для многих это стресс непреодолимый, поэтому во многих вот матричных проектах, я знаю, все это проходило, продуктовых компаний, везде, где нужно создавать сеть и необходимо приглашать, иначе ты никогда там денег не увидишь. Вот это все переходит в стрессовое состояние, потому что, ну, большая часть людей не любит и не хочет учиться приглашать людей. Здесь этого нет. Здесь все равно твои потоки будут работать, вне зависимости от того, откроешь ты рот и расскажешь об этом, или ты тихонечко промолчишь. Вот как тебе полагалось нажать на кнопочку и получить должный процент, или через 15 дней вынуть свою сумму вместе с прибылью, да, или раз в 30 дней получить свою прибыль, так оно и будет. Старичок это, ну, или старожил, да, новичок это, большая сумма, маленькая сумма. У нас у всех один закон работы наших потоков. А вот какую стратегию мы выбираем, это уже дело другое. Это точно. Поэтому нам не нужны, как бы, поймите одну простую вещь. В сообществе денег дохренища. И сообществу не нужны все задачи, не сообщество, не спасти все человечество. Задача сообщества найти единомышленников. Вот то, если вам резонирует то, о чем мы говорим, значит, приходите и начинайте разбираться. Если же не резонирует, и у вас возникает мысль, что за хрень вы тут мне говорите, значит, идите в ту жизнь и занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, продолжайте, да, пока не устанете, возможно, через несколько лет вспомните о том, что я кого-то там каких-то этих балбесов видел, и тут, понимаете, я о них вспомнил, а где же они, а мы уже будем в других местах в это время. Поэтому, ну, даже и в то время приходите, кажется... Нет, мы будем в этом же месте, только на другом этапе. Да, конечно. В других местах. С тобой будем через годик сидеть где-нибудь. В Таиланде, да. Мы мечтаем, да, и пить милить в один конец. Кокос, да, сейчас дела позавершаем необходимые. И, в принципе, говорится, вперед, добрый путь, как говорится. Да, все верно. И на данный момент, на данный момент, у каждого из вас есть такая же возможность. Представляете, такая же возможность. Я когда-то замечтал познакомиться с Дмитрием Васадиным. Я специально съездил на очередные встречи, вот у нас проходит саммит, проходил. Вот, и познакомился с этим прекрасным человеком. Это, ну, это основатель нашего сообщества, человек с большим сердцем, душой. Гениальный просто человек. И я рекомендую каждому из вас замечтать это сделать и осуществить вот эту поездочку. Всегда сообщество встречается в разных местах, в разное время, в разных странах. Поэтому я рекомендую вам запустить свои потоки так, чтобы у вас была финансовая возможность легко осуществить свою мечту, познакомиться с основателями, с топ-лидерами, с кураторами. Это довольно очень интересные люди, которые показывают шикарные результаты в своей жизни. Вот, и так интересно устроено, чем дольше участники здесь задерживаются в нашем сообществе, тем больше и свободнее они становятся в финансовом плане в том числе. И жизнь просто колоссальным образом меняется. Поэтому, что, якорется, я и вам желаю, да? Ну и будем потихонечку заканчивать. Я прошу, Ирина, давай, вставай, заключительное слово. Скажи, вот, что ты пожелаешь вот нашим участникам. Молодцы такие, я очень горд вами. Вот 200, 210, 220 человек у нас было на эфире. Я очень горд, что я нахожусь в одном сообществе с таким прекрасными единомышленниками. Это дорогого стоит, поэтому я это очень ценю. Вот, скажи свое заключительное слово и будем завершать сегодняшний эфир. Я обязательно скажу, мне есть что сказать. Просто мы с тобой действительно сегодня хорошо очень побеседовали, но в то же самое время получилось, ну, подольше, чем обычно. Но, может быть, у людей все-таки есть какие-то вопросы? Можно им дать возможность их задать? Ну, если есть, конечно. Если у кого еще остались силы задать вопрос, давайте мы дадим такую возможность. Хорошо. Поднимайте руки, у кого есть какие-то вопросы. То есть, кто еще хочет на часочек задержаться, поотвечаем на вопросы. Без проблем. Я открыла Валерию микрофон. Так, Валерий, слушаем. Добрый вечер. Добрый. Ну, хотел бы поблагодарить за такую уникальную возможность послушать такую информацию замечательную. И, Андрей, у вас такой сегодня дуэт замечательный получился. Благодарю вас за презентацию. И вот хотел бы уточнить ваше мнение. У меня человек завтра собирается купить потоки. У него 15 тысяч. И вот он сидит и размышляет, как лучше сделать на быстром потоке купить на супербыстром 5 и 10. Либо на обычном 15. Что бы вы посоветовали ему? Обычный это какой? Обычный 15 тысяч. Быстрый поток. Быстрый поток. Да. Это человек еще не зарегистрирован? У него есть поток трехтысячный. Вот он хотел еще 15 тысяч. И вот он думает, то ли быстрый поток. Обычный 15 положить. Либо на супербыстрый 2, 5 и 10. А деньги свободные или нет? Ну да, свободные, говорит. 15 тысяч я могу уделить. Что ему посоветовать? Я всегда советую своим участникам так. У него же уже есть быстрый поток. То есть, в принципе, кнопочку он уже немножко моторику пальцев наработал. Это хорошо. Он уже выводить, заводить. Он уже пошел дальше. Это супер. Я бы, наверное, порекомендовал идти дальше и все потоки начать изучать. Вот в данном моменте. Если у него есть 15 тысяч, я бы ему порекомендовал все-таки зайти на растущий на десятку и в стартовый на пятерку. И как бы это страшно не было, начать их изучать и начать с ними коммуницировать. Вот. Если деньги свободные при условии. Если они не свободные, конечно же, десятки у нас в обычном быстром потоке нет. Поэтому открывайте спокойно на пятнашку обычный быстрый поток. Это будет ему интереснее, потому что у него появится два кошелька. И он уже не 120 рублей он будет крутить, а уже там 680 с двух кошельков. А потом еще больше он может начать крутить. Поэтому пускай идет быстрый поток. Если он хочет приобрести знания, а знания это всегда намного выгоднее, чем деньги, то пускай открывает на десятку растущий и на пятерку стартовый и начинает учиться. Тогда к нему придет понимание, как они работают. И он сможет кому-то другому тоже рассказать. А если он будет только на быстрых сидеть, понимание других потоков не придет. Вот. А я бы еще добавил одну тысячу рублей, еще накопительный открыл. И одну тысячу хотя бы начал с ним тоже разбираться. Вот. Это просто моя рекомендация в зависимости от того, что человек хочет от жизни. Если хочет по-настоящему изменить как-то ее, то надо все потоки открывать. Если он хочет просто крутануть пятнашку, крутануть так, по-быструхе вывести, купить себе сигареты, это совершенно другая история. Ну да, она пытается постепенно открывать все потоки. Я ей предложил другой вариант, стартовый. Здесь тоже два варианта. Либо начать с обычного пяти тысяч, либо поднакопить и открыть стартовый ускоренный на двадцать тысяч. Вот здесь вот разница в чем. Двадцать тысяч, это понятно, три месяца мы экономим времени. Либо обычный стартовый на пять. А вот экономически выгодно, какой открывать? Двадцать или... Когда вы открываете на минималку, слово экономически выгодно, я вообще, я бы не применял. Экономически выгоднее приобрести знания. Это самая выгодная штука, которая есть в этом мире. Поэтому идите во все потоки, но растущие от десятки. И тогда вы приобретете знания. А вот эти знания, это очень экономически выгодно. И будет все хорошо. Можно я тоже скажу, Валерий, мой совет, тоже уже человек, который набрался опыта. Я его еще приобрела в банке. Вот когда я работала в банке, да. Мне тогда было сказано, учеником быть не стыдно. Учеником выгодно быть. И вот здесь в потоках я это увижу просто на тысячу процентов. Здесь выгодно быть учеником. В каком смысле? Берешь и тупо делаешь, что рекомендует топ-лидер. Вот перед вами сейчас сидит Андрей. И он вам порекомендовал сделать вот так. Открыть все потоки, приобрести опыт и знания в этих потоках. Встаньте в позицию ученика. Знаете, какая позиция ученика? Вот на коленках, да, и сидишь на полу. И вот в такой позе и слушаешь, что говорит тебе наставник. И делаешь ровно то, что он тебе говорит. И сами делаете, и рекомендуете своим участникам. И тогда из вашего простого человека, который хотел закинуть 15 тысяч, получится полноценный партнер и, возможно, в будущем лидер. Потому что он приобретет знания. Делайте, как сказал Андрей. Спасибо, я понял. Благодарю, Валерий. У вас просто прекрасный вопрос. Все сталкиваются. Вот есть такой момент очень интересный. Это когда вот зашел нам на поточек, покрутил, покрутил, вроде бы уже понял. И вроде бы уже интересно. И вот, а что дальше делать? И там вот между вот что дальше и это бездна такая, да. Вот очень важно вот эту вот бездну правильно пройти. Тут очень важно эту бездну заполнить знаниями. И тогда у вас появится мостик такой. Вы по нему переходите, по знаниям вашим, переходите на ту сторону. А там уже совершенно другая жизнь. Поэтому используйте знания как инструмент для того, чтобы вы... Когда человек поймет, как работают все потоки одновременно, у него получится осознание глубины работы всей системы. Оказывается, разный поток в разное время дает разное количество денег. Значит, это что? Значит, это я останусь деньгами всегда. Представляете? Значит, у меня всегда будут деньги. И сейчас, пускай они маленькие, значит, надо их увеличить. Просто увеличиваешь тупо все потоки, и у тебя бам-бам-бам-бам-бам-бам начинает уже совершенно другая картина вырисовываться. Вот, поэтому, Валерий, спасибо большое за вопрос. Шикарный вопрос. Давай, Владимир Яблонцев. Владимир. Владимир, да, слушаю. Спасибо, Надежда. Нажимаем на центральную кнопочку, там микрофончик перечеркнутый, и мы будем вас слышать. Да, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю за информацию, но я физически не имел возможности прослушать все. То есть, ну, там работа помешала, так скажем. Будет запись, будет запись, пересмотрите. Знаете, вы выигрыши, вы будете слушать записи, вы можете поставить на скорость, и послушайте все гораздо быстрее. Ну, я понял. Ну, вот такой вот небольшой вопрос, пожалуйста, ответьте. Вот меня интересует, я как раз растущий поток прослушал. Вот в растущем потоке, если я захожу на 10 тысяч, идет подтяжка, затем, значит, десятка это увеличивается, 20. Так, и вот если не трогать его, да, сколько денег, так скажем, будет через полгода? Он же на полгода рассчитан, я так понял. Вот, сколько, вот просто вот цифру, если можно назвать. И второй вопрос, ну, как попутный он, можно ли вот за эти полгода просто не второй открывать, а в этот добавлять, в этот же поток? Владимир, а у вас есть кабинет? Вчера появился. Вчера появился, ну, понял, хорошо. Здравствуйте. Так вот, в кабинете, да, в кабинете, да, кстати, поздравляем, да, шикарно. Спасибо. Хорошее, правильное решение. В кабинете у нас есть калькулятор. У нас есть симулятор и есть калькулятор. Чем отличается симулятор от калькулятора? Тем, что симулятор там безопасно, можно циркать на все кнопки, там, то есть просто вам будет давать цифры. А калькулятор, который уже с вариантами оплаты, то есть вы уже можете здесь внизу оплатить кнопочки, то есть запустить уже поток тот или иначе, да. Так вот, вы можете нажать кнопочку, симулятор находится во вкладочке, как создать поток и эффективно им управлять, в самом низу. Это симулятор, да, а самый действующий калькулятор, через который мы уже можем создавать поток, находится через кнопочку создать поток. Так вот, нажимаете на эту кнопочку создать поток, выбираете зеленую закладочку растущий поток, вписываете 10 тысяч, и он сразу же отвечает на тот вопрос, который вы сейчас задали. Он отвечает, он большими цифрами напишет, сколько он вам даст через 6 месяцев. Но, скажу честно, это неинтересно, вообще неинтересно. Почему? Потому что зачем вам полгода нажимать эту кнопочку для того, чтобы получить там вот что-то. Когда приходит ко мне участник, я ему задаю несколько вопросов. Какой у тебя бюджет и какая у тебя цель? Чего ты хочешь вообще? Кто-то хочет телефон купить, кто-то машину, кто-то хочет кредит погасить, кто-то там еще чего-то хочет. Так вот, надо идти с помощью потоков как инструмента от вашего бюджета к вашей цели, а не просто сидеть, нажимать кнопочку полгода, вложить там 10 тысяч, а получить 15 и хлопать в ладоши. Это ваша жизнь не изменит вообще никак. Изменит движение к цели. Вот это изменит. А вот эта вот одноразовость не изменит. Так, в чем нюанс? Вот смотрите, да. Вот, допустим, пригласили специалиста по сантехнике. Вот коттедж, он построен уже, да. Вот ему надо запустить отопление, да. Вот скоро зима. И пригласили специалиста по сантехнике, да. И сказали ему, вот батарея, вот трубы, да. Но таких батарей у нас там 10, да. И чтобы система запустилась вся, их надо собрать все в одну и ту же схему, да, их соединить между собой. И чтобы она начала работать вся по всему дому, да. Иначе будет, одна комната будет холодная, другая комната будет теплая. Система все равно будет риск, что она при хорошем морозе перемерзнет система, да. Так вот, вы конкретно подошли к одной батарее и говорите, как с помощью этой одной батареи протопить весь дом. Не запуская систему, понимаете, да. То есть мы можем собрать, прикрутить к этой батарее трубы, но она не отопит весь дом. Создача и цель – прийти к вашей цели. Поэтому ставьте вашу цель и идите с помощью этих инструментов, то есть батареи, труб, вашего набора инструментов, ваши знания по подключению к газовому котлу, все это наполнение водой, там, либо не водой, другими, там, и запуском всей этой живой системы, для того, чтобы она приносила вам конкретную цель, да, результат. Вот нужен результат чего-то там. И вы берете этот инструмент и достигаете этот результат. Вот тогда у вас все будет, получается, быстро, четко, красиво. И, как говорится, есть результат дойти на определенный пассивный доход. Кто-то приходит ко мне и говорит, хочу, не знаю, там, для начала 50 тысяч в месяц на пассиве. Вот пенсию хочу, вот такую вот. Что мне надо делать? Вот какие потоки запускать? Что мне, да? Мы запускаем все потоки, выбираем какой-то ключевой, начинаем его больше раскручивать, и другие тоже начинаем раскручивать, да? Вот, есть четкий запрос, четкая цель. И даже можно это просчитать, что надо сделать, как не дойти. И вот к этому идешь, и все, и зафиксируешься на этом доходе, и все, у тебя жизнь меняется. У тебя на пассиве просто каждый месяц 50 тысяч. То есть берешь из системы и тратишь на улучшение качества своей жизни. Вот, Владимир, я надеюсь, я ответил на... Может, Ирина что-то дополнить интересное? Я понял, что, да, все потоки открывать надо. Это просто сам понимать начнешь, пока не пощупаешь, не потрогаешь, не поймешь. Просто я почему вопрос задал, потому что там вот про стартовый было сказано, значит, там по истечении 10 месяцев там плюс 150 процентов. Там, допустим, быстрый, там вот 20 процентов. Ну, я и как по логике и тут спросил, а сколько же тут информации? То есть это все написано во вкладочке. Нажимаете вкладочку, как открыть и эффективно управлять денежными потоками. И читаете про растущий поток. И там написано, если вы вкладываете сумму от 10 тысяч рублей до 50, у вас прибавляется 100 процентов. Вы же сами задали вопрос. 10 тысяч кладешь, 20 тысяч получаешь. Сколько будет через полгода? 20 тысяч. Ну, примерно. Чуть-чуть меньше, да, но приблизительно. Я думал, что... Я так понял, что 20 начинают крутиться, значит, а там больше выйдет. 20, ну, все понятно. Нет, мы забираем в растущем поток. Мы забираем из этих 20, каждый день нажимаем, из этих 20 отнимается и перетекает в копилочку. Не перетекает в копилочку, понимаете? Перетекает в копилочку. Деньги не бесконечные. Здесь нет прям прямого волшебства, что из 10 тысяч у вас будет бесконечный литься поток. Мы же об этом и говорили. Растущий поток нужно пополнять все время. Если вы возьмете за правило вот такую инвестицию делать, вернее, финансовую дисциплину, каждый месяц в поток самому себе вносить 10 тысяч и пополнять его таким образом на 20 тысяч, то у вас поток, во-первых, будет бесконечный, а во-вторых, он будет все сильнее и сильнее. И, соответственно, вам каждый день давать большие выплаты, которыми вы сможете уже пользоваться. А пополнения, то есть, могут и спонтанными быть, я так понял, и чаще? В любое время, да. Конечно, но не менее 10 тысяч – это рекомендация. А, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Хороший вопрос. Так, про один только растущий поток можно говорить еще два часа. А мы уже, ух, сколько разговаривали. Да, да, мы и так уже два с половиной часа. Бьем рекорды, друзья мои, бьем рекорды. Круто. Так, еще какие-то вопросы? Андрей, Рашида, давайте, это открыло микрофончик, давно тянет ручку. Да, да, да. Слушаем, Рашида. Добрый вечер, у нас уже глубокая ночь наступает. Время уже 10 вечера и 25 минут 11 вечера. Добрый вечер всем из города Тюмени. Очень приятно, очень полезно. Сегодня случайно попало. Спасибо, спасибо. Очень рада. Очень приятно было сидеть все внимательно, прослушать вас. Историю Ирины тоже было приятно прослушать. И я стараюсь каждое видео или на голосовой, если попасть, обязательно что-нибудь новенькое узнать. Вот сегодня много чего интересного услышала. Но уже где-то больше месяца я нахожусь здесь с пригласителем. Пригласитель мой быстрее меня вперед прибежал. У него очень мощно, там идет все хорошо. А я еще работаю на работе, зарплату получаю. И тогда дождалась, когда зарплату, вы представляете, сразу с пригласителем. Он сказал, как он сказал, так и сделали. Открыли какой быстрый поток на 15 тысяч рублей. Подтянули каренцы и поехали. А сейчас только что красивый открыли поток. Очень интересный, яркий, необычный. Называется какой-то ускоренный, стартовый поток на 20 тысяч. Я еще где-то только полтора месяца, но я обучаюсь на всех видео и на всех голосовых созвонах. Это мне очень нравится и полезно. Спасибо большое. Приятно вас слушать. Но правда пригласитель очень пока хорошо помогает. Я не без его помощи практику прохожу с пригласителем. А теорию я слушаю отдельно. Вот. Он мне ссылки все скинул, какие он считает нужным. И полностью я хожу на видео или записи слушаю. Когда выходные? Когда выходные? Когда у меня есть свободное времечко, полностью голосовой зайду, послушаю внимательно, пообщаюсь даже. Расскажу, откуда я пришла. А, кстати, у меня лидер Сергей Белоусов написано. Вот, здорово. Отлично. Большое спасибо всем огромнейшее. Я буду сейчас вас продолжать дальше слушать. И скоро уже ночь глубокая. Но все равно интересно, что вы тут говорите. Рашид, можно я вам сделаю предсказание? Магическое предсказание вам сделаю волшебное. Через полгода вы будете здесь миллионершей. Это я вам сто процентов говорю. Потому что вы поступаете абсолютно правильно. Вы учитесь, вы вкладываете, вы действуете и работаете вместе со своим наставником. И используете опыт топ-лидеров. Это самая правильная позиция. Позиция ученика. Учимся и действуем. Учимся и действуем. Вот как мы вкладываем, получаем, вкладываем, получаем. Вот сюда в мозги вкладываем и получаем. Молодец. Миллионерша через полгода. Точно. Я еще добавлю, как мы случайно все сюда попали. Все случайно все сюда попали. Конечно. Случайно. Сейчас скажу. Лариса Петрова из города Новосибирска встретилась со мной на интернете. Альберт Нефтьюганск. Город Нефтьюганск, Север. Встретился со мной в интернете. И я встретилась в одном интересном проекте. Город Тюмень. Рашида. Встретились. Все мы встретились в каком-то матричном проекте. Бифри. Несколько лет прошло, а чат там остался у нас. Единственный чат остался. Перед Новым годом я заглядываю в чат какой-то интересный. Успех только вместе. Ведет его Альберт. Альберт Файзулин ведет. Я у него спрашиваю, я что-то не поняла. Альберт, чему ты там в жизни радуешься? А мы больше года с ним не общались. Я на свою работу хожу, работаю. Думаю, в интернете ничего, несколько месяцев прошло. Ничего не заработали, зато опыт нашли. Вы поверите, я у Альберта спрашиваю, чему в жизни радуешься? Чего вы такие с Ларисой вдвоем довольные-то ходите? Как это, как копьи объелись сметаной. Между собой они разговаривают в нашем чате-то. И все. А потом через несколько дней я задала у Альберта вопрос. Альберт, ну-ка ты расскажи мне, ты как сюда попал вообще? Вообще ты как попал в этот проект случайно? Ты очень много шишек набил в интернете. У тебя семья, у тебя кредиты, у тебя все. А я просто живу одна, работаю одна, и все, и спокойно. Ну, что есть, то есть, думаю, ладно. И он мне рассказывает, Ларису помнишь, говорит, музыкальный руководитель, который работает в трех детских садиках. Я говорю, конечно, помню. Она зашла в какой-то чат, а там все жизни радуются. Все таких счастливые-счастливые ходят. И она сказала Альберту, Альберт, я тебе дам информацию. Проверь, пожалуйста, вот этот проект, фонд или компания, или куда. Чего они там все жизни радуются? Альберт говорит, мне хватило двух, трех, один или два, или три дня хватило. И Альберт написал Ларисич быстренько в личку ей, говорит, отличный проект, очень здоровский. Они там находятся уже месяц-полтора, а я еще только работаю. И к ним заглядываю, а они радуются. Альберт говорит, пойдем со мной. Я говорю, пойдем. Альберт, подождешь, говорю, зарплату, говорю, пожалуйста. И я сразу с тобой пойду, все что-нибудь открываю. Он говорит, хорошо. Такое счастливое, интересное начало. Мы встретились через Ларису, музыкальный руководитель детского садика. Ну, в трех детских садах. Может быть, у нее дети, у нее семья. И ей приходится работать на трех работах. А все-таки она искала, видать, эту кнопочку-то, что деньги где-то все равно можно найти. И она несколько месяцев, видать, видела. Ходила, ходила к вам, ходила, ходила. А там все радостные, да радостные. И она к Альберту подошла и сказала, ну, давай, давай. Вот. Ларису уже я не слышу, не вижу. Но мы все втроем случайно на просторах интернета все встретились. И мы с Альбертом и Ларисой, мы все довольны. Но я намного чаще действую в выходные дни, когда отсыпаюсь, отплеживаюсь. Я стараюсь идти на голосовое теперь хожу. Видео, запись, которую я есть, вижу. Стараюсь быстренько включить, посмотреть. А еще благодарности, аффирмации послушаю. А я ведь 11 месяцев слушала аффирмации до вашего проекта. И потом подумала. Рашида, мы вас поздравляем. Молодец. Молодец, просто огонь. Правильно Ирина сказала. Правильно Ирина сказала. Вы через полгода миллионер. Ребята, я тоже хочу вас поблагодарить. Ирина, тебя за дебют. Потрясающий эфир. Смотрите, держим 200 человек уже третий час. Аплодисменты просто шикарные. Ребята, молодцы. Мы артисты. Да. Благодарю, благодарю вас, друзья. Дайте мне это слово сказать. Своего лидера поздравить. Я должна... Всем добрый вечер. Как всегда, Андрей. Высший пилотаж. Хорошая презентация. Конечно же, хочу своего лидера Ириночку поздравить с дебютом. Она большая. Молодец. Когда я ее приглашала, я уже знала, что она будет лидером, что она будет спикером. А теперь я ее вижу с финансово свободной. Она будет у нас везде, где только хочет жить, спутешествовать. Все у нее будет замечательно. Лучше, чем сейчас в тысячу раз. Так что вижу тебя, Ирина, миллионером. Там, я не знаю, не миллионером. Сама придумаешь свою цифру. Но то, что ты будешь всегда счастливой, это сто процентов. Вот. Чего я тебе и желаю. Геренька, благодарю. Буду каждую минуту тебя благодарить и дальше. Потому что в этом во всем виновата. Виновата ты. Я очень рада. Виновата, не виновата. Я очень рада, что мы вместе. И ты этого достойна. Мы все этого достойны, что мы здесь все вместе. Благодарю за сегодняшний эфир. Это просто сегодня какой-то высший пилотаж. Совсем прям крутой. Потому что столько времени. Слушаем вас и слушаем с удовольствием. Благодарю, благодарю. Шикарно. Благодарю. Понимаете, почему надо рассказывать о нашем сообществе? Потому что оно меняет судьбы людей к лучшему. Именно поэтому, когда у вас... Но только тогда, когда у вас сердце хочет этого, вы это можете делать. И тогда ваша жизнь тоже будет улучшаться в лучшую сторону. Ну что, будем потихонечку заканчивать. Рекомендую, друзья мои, рассмотреть эту прекраснейшую возможность, если вы еще не зарегистрированы. Еще раз, обязательно зарегистрироваться. И как хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и от этого ваша жизнь станет намного лучше, проще, веселее. Поверьте мне. Я здесь уже седьмой год. Денежные потоки. Это не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо, где действуют другие законы перераспределения средств, где справедливые законы. И я скажу вам честно, со стопроцентной уверенностью, что когда вы уже разберетесь, во всех денежных потоках вы поймете, что такого проекта и сообщества у вас никогда не было и не будет. Потому что здесь есть сердце, здесь есть душа. Мы вроде бы деньгами занимаемся, но сообщество не про деньги. Сообщество про людей, сообщество про судьбы и истории успеха. Вот про что на по-настоящем наше сообщество. Благодарю, Ирина, шикарный эфир. Будем завершать. Всем хорошего вечера. И, конечно же, до новых встреч, друзья. До свидания. Еще вам спасибо. Спасибо огромнейшее. И кто меня присоединился? Спасибо.